Вот наша чудо-юбочка на подкладочке, такая замечательная, ну покрутись, 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 такая классненькая, удобная-приудобная, классная-преклассная, удобная, классная, прям можно всем-всем-всем-всем-всем шить, с любой талией, с любыми бедрами и любой длины, как хотите, да, да. Так, значит, ткань лицом к лицу, кромка к кромке, делаем вот такое движение, да, вот так, и притягиваем ее вот сюда, к краю стола. Она не обязана здесь быть под прямым углом, потому что ее изначально немножко кривовато срезали, поэтому мы сейчас ее будем обрезать и наводить в прямой угол. Я просто сейчас пытаюсь край вот этой кромки подставить вот сюда вот четко к краю стола. Потом я беру прямой угол и навожу относительно стола прямую линию. Вот смотри, давай просмотрим чуть-чуть сюда с этой стороны, смотри. Все-таки будем стараться все всегда экономить, потому что в таком случае получается у нас чудесные платьица для наших дочек, да, или нам для какого-то творчества выпад и все остальное. Да, то есть я вот примерно сюда смотрю, да, от стола, не от кромки, а от стола, потому что стол сейчас ровный, а кромка слегка кривоватая, да. Очень редко, когда она идеально бывает ровная. И начинаем вот так порисовывать от стола. Вот. Первый уровень мы уже получили. Теперь переворачиваем вот так вот нашу линейку. Ну, видишь, чуть выше, но ничего страшного. Давай тогда вот так мы оставим, что тут какие-то тоже вот тут чуть ниже, чуть выше, видишь, вот кусочек вот этот, да, все, и дальше давай проводим мыло вот так целой, вот этой ребровой стороной ведем вот так. Раз, раз, да, вот. Так, смотри, чтобы не сбилось. Все, провели. Один прямой угол, а теперь давай проведем второй прямой угол относительно этого прямого угла, чтобы убрать вот эти все погрешности кромки. Ну, тут, в общем-то, как таковой кромки нет, ну, чтобы ее нужно было там обрезать, чтобы она там сильно кривая была, но четко под вот эту линию мы становимся, да. И наводим вторую сторону, да. Видишь, там, где я рисую, я сначала прижимаю рукой, а потом рисую. Только при вот этом моменте у тебя будет ровная линия и не будет она ни коситься, ни кривиться, ничего с ней там не происходить. Вот. А теперь нам нужно с тобой навести припуски по два сантиметра, да. Ну, в данном случае мы берем два, минимально это один припуск, да. Вот здесь два сантиметра, вот так, да. И еще раз сейчас проведем эти линии, да. Видишь, я по два сантиметра их вот так делаю. То есть юбка полусолнца у нас всегда кроится под прямым углом. Солнце мы еще можем там, нам не надо там проводить прямой угол, просто под кромку или под сгиб подстраиваемся. А полусолнце должна быть идеальный прямой угол. Единственное, что вы тут еще смотрите, направление ворса там, может это бархат, вельвет быть или еще что-то, там нужно будет какие-то моменты, ну, учитывать. Вот. И опять тоже с тобой проводим вот это линия. Вот так, видишь, я прижимаю, провожу, да. Так, то же самое вот здесь. Я действительно очень детально вам буду показывать вот эти прямые углы. Настя, ты помнишь, мы... А, мы наводили прямые углы, да, в этом, в трикотаже. Но иногда вот мы не наводим прямые углы, когда это не отрезная юбка солнца или полусолнца, например, в трикотаже. Там можно без наведения прямых углов, но с определением долевой. Ну, там тоже нужно будет просто смотреть дополнительное видео. Так, и опять рисуем вот так вот. Вот. И на самом деле, вот мы сейчас получили нашу точку пересечения. Да, вот я тебе тут звездочкой ее рисую. Это точка, с которой мы будем... Вот теперь туда показывай. С точкой, с которой мы будем наводить наш радиус. Это вот точка А. Поняли? Мы когда расчет делали, то мы вот здесь вот добавляли по 2 сантиметра припусков, да. И теперь смотрим наш радиус, как мы находили. Объем талии от Т делили на 6,28. Это у нас формула. И умножали на 2. И наш твой радиус 20,7. Да? И теперь от этой точки вот так наводим 20,7. Только четко из вот этой вот точки, где звездочка у нас. И вот таким пунктиром. Раз. И потом проводишь опять. Вот так. Два. Ну, так по кругу, по кругу, по кругу. Вот четко из вот этой вот точки. Вот смотри, я тебе еще раз вот так показываю вот так, да? Что я именно вот сюда смотрю 20,7 и никак не по-другому. Давай сейчас вот это сделаешь. Поменим пунктирчиком, да? Свели линию четко, да? Давай на всякий случай перепроверим. 27. 27. Смотрите, очень будет вам удобно пользоваться такими линейками. Уголок, бачок и пройма. Очень будет удобно. Так что, если заинтересуетесь, в контакте группе есть возможность заказать эти линейки. Так, значит, что мы теперь с тобой делаем? Мы берем, соединяем обе вот эти точки. Или эти точки, или вот эти точки. Давай вот там, где у нас людьми ограничители. Вот смотри, здесь получается, ну вот, 30 сантиметров, да? Чтобы мне сейчас там чего-то не делить, я здесь выступила на 0,5 и здесь выступила на 0,5. Итого это 15 сантиметров ровно посередине, да? И потом я провожу вот так вот, соединяя линию с точкой вот центра нашего радиуса и вот этот центр переда получаю сейчас. Делаю вот такую вот метку. Это центр переда и зада будет у нас с тобой. Мы обязательно его наводим таким способом, которым я показала. Будет четко все, никаких проблем потом не будет. Пауза. У нас есть определенная длина твоей юбки. Ну давай мы сделаем здесь на максимум, сколько здесь есть, хорошо? Померяем, а вдруг нам такая длина подойдет и тоже будет очень даже красиво, да? И вот здесь у нас с тобой ровно 46 сантиметров, да, по сгибу, да? И давай сюда эти тоже 46 сантиметров откладывать вот так, ровно 46, да? И теперь наша с тобой задача по радиусу от вот этой линии тоже 46 сантиметров отложить. Можно и вот так откладывать, видишь, вот эта линия, прямо проходящая вот сюда вот в эту точку. Можешь приблизить, потому что оно не видно. Вот эта линия прямо вот сюда вот в эту черточку проходит. Тогда, сюда показывали, тогда мы делаем вот такую метку. Или, можно еще проще подойти, смотри, давай сейчас измерим до вот этого центра. От центра будет еще проще проводить наш радиус. Ну вот, грубо говоря, ровно, может быть там, если вот ровно 67 мы ставим, то плюсом 2 миллиметра по длине внизу будет. Или почти 67, то есть 66,8. Если будешь ставить, то будет как раз длина ровно 46, да? И начинаем из этой точки. А как правильнее, без разницы? Ну, как тебе глазомерки позволят? Я-то тут в любом случае этот миллиметр вижу. Ну, пожалуйста, поставь сюда вот приблизь. Вот, 66,8, да? И мы теперь ставим здесь вот эту нашу метку и вот так по кругу из центра радиуса, ну, вот так наводим нашу юбочку. И наводим. Хорошо? Давай. Можем ли мы выровнять по этому углу? Да, там где сгиб ткани. Можем ровнять. Но тогда у нас будет вот так радиус. И у нас это будет всего один шов юбки. Либо мы его ставим с одного бока, либо мы его ставим сзади. А мы с тобой модель зарисовывали. У нас два боковых шва. Можно и так делать. Но лучше делать два шва. Понятно. Наш крой, который мы сейчас почти доделали. Смотри, мы вонзаем вот так булавку в стол. Чиркаем мне стол. Вот так пальцем придерживаем. Как будто себя колем, но не колем. Да? Вот так вот зажимаем. Обязательно параллельно низу. Вот так не пойдет вкалывать. Даже вот здесь. Почему? Будет у вас клеточка или полосочка, так делать нельзя. Потому что нижняя ткань туда наплывает, а верхняя наверх. Вот у нас такое точно будет недопустимо для Насти. Для клетки и полоски. Вот так. Видела? Ткань не надо поднимать. Она должна лежать на столе. Многие знаете, как сделать? Как-то там вот так вот. Нет, вот так точно нельзя. Ни в коем случае. Вонзаем иголку, чиркаем стол. Потом как будто все колем, но не колем. И вот так зажимаем. Хорошо? Это оба бока, а потом вот так вот низ через каждые. Псюш, параллельно низу. Через каждые это 10 сантиметров. Фиксируем. Хорошо? И перед тем, как вырезать, мы сейчас с тобой здесь наметим твой пояс. Хорошо? И вот тут смотри, еще у тебя задание. Вот здесь мы с тобой прокалываем вот так булавки. И берем и намечаем нашей линейкой вверх 1 сантиметр припуска, притачивание к поясу. Вот так. Хорошо? Ровно сантиметрик. Хорошо? Так, по кругу вот так идешь. Хорошо? А внизу мы не добавляем здесь длину, потому что мы вот тут впритык шли, да, вот к этой линии. Мы уже будем на тебе корректировать. У нас линейка, на самом деле, гораздо длиннее, чем мы, ну там, что на 5 сантиметров длиннее, чем мы изначально планировали. А вдруг нам такая тоже подойдет длина, правда? Нам теперь нужно навести наш пояс. Мы можем как вот так его наводить, так и вот так его наводить. Но желательно, чтобы он у нас был без, ну, с одним швом там, например, вот там, где будет наша молния. Но если совсем не получается, то тогда мы делаем двумя швами с двух сторон по боковому. И смотрим, сколько наша талия. Сейчас я тебе озвучу. Сколько у нас там? Вот, 65 плюс 4 сантиметра. Почему 4? С одной стороны припуск 2 сантиметра, и с другой стороны припуск 2 сантиметра. Того мы что делаем? 65 плюс 2 по одному боковому и плюс 2 по другому. Итого 69. А 69 делим на 2, получается 34,5. Значит, от вот этого сгиба вот сюда должно быть 34,5. И надеюсь, что будет нужная нам ширина, высота. Давай сейчас мы вот так проверим. Вот так ставим. 34,5. Это вот. Я рекомендую делать пояса в готовом виде 3 сантиметра. 3,4. Я думаю, нам 3 сантиметра с тобой превосходно хватит. И опять же вот так еще раз. Давай меточку. 34,5. А теперь вот у нас сразу с тобой есть пояс. Все. Все хорошо. Так. Мы будем здесь. А, вот здесь 3 сантиметра. Значит, смотри. Шириной у нас мы сейчас будем откладывать линию. 3 плюс 3, 6, 7, 8. И по сантиметру с двух сторон припуски. 8 сантиметров шириной и 69 длиной. Хорошо? Да. Так. И сейчас опять же, мы уже все под прямой угол. Да? Давай наведем сейчас вот тут прямой угол, чтобы нам... От этой линии мы будем с тобой наводить вот эти 8 сантиметров. Ну, то же самое с тобой сделаем. Да? Вот. Раз 8 сантиметров, да? И вот так 8 сантиметров. И только после этого мы будем с тобой все кроить. Вырезать. Выкроить. Да? Вот. Ну, и вот так вот сейчас идем. Вот мы сразу же с тобой раскроили наш поясок. Вот, пожалуйста. Раз. Только обязательно ставь себе изнаночную сторону. Хорошо? Раз мы приняли решение вот так кроить, да? То это в обязательном порядке проставляем. Потому что она, в общем-то, мало отличаема друг от дружки. Да? Мы должны это проставлять в обязательном порядке. Потому что именно сюда мы будем, скорее всего, дублерин. Почему дублерин? Потому что здесь ворсистая поверхность. Для нее лучше будет дублерин. Дублерин. Я тебе дам кусочек дублерина. Флизелин может держаться, но, скорее всего, он отойдет. Не так красиво, качественно будет смотреться. Если у вас совсем плохого качества флизелин, его лучше не дублировать на ткань. А взять, сформировать два куска флизелина, между собой их склеить. И потом проставлять их вот так. Не клея к ткани, а между собой. И, может быть, надо будет там посерединке прострочить. Там тоже будет видео на YouTube. Если будет такая ситуация. Хорошо? Хорошо. Спрашиваю, что с этим делать. Это вот так. Сделаем и разрежем вот этот уголочек. Потом, смотри, крайне важный какой момент нюанс. Вы, когда режете, вы должны, обязаны, держать припуск в руках. Да? А здесь тебе надо было вот так колоть булавки. Параллельно низу. Низ у нас вот здесь изделие. Вот так. Параллельно низу. А вы просто начали вот так? Да? Да. Ну ладно. Вот так вот. Вот. Вот это вот наше. То, что нам надо. И режем, и держим припуск в руках. Вот так вот. Тогда ровно отрежете. Да? Вот так. Только в руках мы держим вот этот вот припуск. Можно теперь, да, смотри, я тебе вот эту сейчас надрезаю. Она же нам не нужна. Вот эта деталька, да? Ну и вот так вот вырезаем. Только соедини сначала линии, чтобы тебе легче было видно. Хорошо? Вот эту, вот эту детальку и потом вот эту. И по крайним точкам наш пояс. Вот наш пояс. Мы сейчас будем его дублировать, дублерином. Единственное, конечно, лучше было бы здесь черным. Но черного у нас не оказалось. И очень далеко за ним идти. И нужно сегодня это все продублировать, чтобы дальше уже собирать юбку. Значит, мы взяли вот дублерин. Как-то вот нам не очень понравилось вот это вот состояние здесь клея на дублерин. Он практически не чувствуется. Но мы взяли кусочек и продублировали. И вот смотри, я пытаюсь его оторвать. Я практически не могу это сделать. И почему мы еще остановились на белом? Потому что на нашей ткани вот такие белые ворсинки. Даже если белый дублерин слегка будет вылезать, ну, как бы устраним этот момент. Но все равно, даже если вдруг микро-ниточка будет вытаскиваться из разрезанной петли на поясе, то я думаю, что ничего страшного не будет. Единственный момент, когда мы работаем с дублерином, мы стараемся его чуть побольше кроить, потому что он может дать усадку. Поэтому мы сейчас с тобой вот так вот вырезаем его. Вот тут дай чуть-чуть, вот так вот чуть-чуть больше. Раскрои, хорошо? Мы его вырежем, потом мы его намочим, прям отожмем. Только дублерин, ткань мы не трогаем основную, да? А только потом мы пойдем дублировать. Поэтому вот тут сантиметрик можешь дать чуть больше, где сантиметра два, потому что он может очень сильно усесть. Может усесть, может нет. Мне кажется, что он маленькую усадку должен дать. Обвести его и вырезать, да? Ну, сразу вот так вот. Вот так вот, смотри. Вот так вот дадим сантиметрик, два, три. Такой помятый весь. Теперь аккуратненько раскладываем вот так наш пояс по долевой, да? И вот так вот укладываем дублерин. Да, он дал чуть-чуть усадку. Смотри, я дальше резала на сантиметр. А он уже вот немножечко дал усадку. Вот, смотри, а я тут три сантиметра оставляла длины. Посмотри, как он дал усадку. Очень даже хорошо дал усадку. Притык получилось? Да, получилось притык. Давай вот этот кусок мы его не мочили. Давай мы его сейчас намочим. Еще раз так продублировать. Может опробовали, подойдет нам этот дублерин или нет. Откладывать на следующее занятие дублирование. И лучше дублировать без пара. Вот таким вот способом. Так, раз. Да, и подольше, подольше на одном месте, чтобы поуходили вот эти все заломы. И вот смотри, мы вот так держим. Все без пара. И нажимаем, давим. Под давлением должно быть. На максимальное, да? Да, на максимальное, да. Да, температура может быть максимальная. Но тоже смотрите по ткани. Потом смотри, аккуратненько вот так вот передвигаешь его. Да, утюг с переходом. Или хотя бы сейчас вот холостую его вот так вот продублировать, чтобы он схватился. Видишь, ткань линяет. Сейчас у меня тут все тоже полиняет. Видишь? Да. И до конца, до конца. Ну, лучше при стирке. Видишь, это недостаточное продублирование. Должно быть тут, как вот здесь все ровненько. Да, вот так. Как будто, как вот. Ну, видно, что здесь что-то вот не совсем так. Бывает такое, что пристает дублерин. И надо вот такое вот движение делать. Только потом ты достанешь утюг. А так он как приклеивается, прям тянется все за утюгом. Можно сделать очень такую серьезную, нехорошую деформацию. Хорошо. То есть мы гладим, пока не разглаживаются эти заломчики. Да, да, да. И заломчики, да. И пока оно не приклеится. Ну, как там не надо больше, чем, наверное, секунд пять-десять на одном месте. Может, там второй раз по кругу будешь идти дублировать. Что-то так можно. Все. Вот мы продублировали. Теперь мы четко-четко по контуру обрезаем все вот это вот белое. Да? Обрезаем по кругу. И потом мы одну сторону обметываем на верлоке, любую из них. Или эту, или эту. Только вот эту часть, которая у нас будет видна со стороны изнанки юбки. Да? Вот. И мы сейчас пойдем тоже с тобой на машинку и будем сострачивать наши боковые швы. Хорошо? Нам нужно с тобой определить, насколько нам нужно не дострочить по боковому шву. Что нам надо сделать? Измерить нашу молнию. Это у нас не потайная, обыкновенная брючно-юбочный ассортимент. Даже ближе к брючному ассортименту я рекомендую ее покупать. Не тоненькую совсем юбочную, а такую чуть-чуть шире. Еще желательно было бы, если бы вот эта вот собачка фиксировалась. Вообще было бы хорошо. Смотри, как я делаю. Вот фактически мы ее вот так вот ставим. Вот на сантиметр отверха. Да? Можно так даже сейчас ее определить, даже не измеряя. Я стараюсь вот здесь никогда отделочную строчку не пересекать. Молнию ни в юбках, ни в брюках. А если я ее пересекаю, то только под этой железкой в брюках. А в юбках я стараюсь ее спрятать. Но не пересекать при отделочной строчке. Значит, мы что делаем? Давай мы на 0,5 от этой железки, сейчас вот так вот чуть выше проведем нашу метку. Вот так. Хорошо? Чем она нам нужна? Вот. Значит, отсюда до сюда мы сейчас будем строчить. Сейчас найди кусочек ткани, на котором мы сейчас будем, посмотрим качество строчки. Ну и потренируемся строчить на машинке. А только потом будем сострачивать боковые швы. Вот. Вставляем нашу катушку. Пропускаем через вот эту дырочку. Я стараюсь ее вот так делать. Паузу нажимаю. Вот здесь есть. Теперь вот шаг 1, шаг 2. А так смотрите по вашей машинке, по инструкции. Вот этот вот рычажок обязательно в верхнем состоянии, положении. То есть на себя всегда колесо все на себя. Вот так, да? И вот так. Раз. Надеваем. Потому что если он вам сразу не виден, вы потом можете его не продеть. Ножницы или решки. Давай. Вот. И теперь вдеваем в нашу иголочку. Сейчас чуть-чуть я выше ее подниму. Вот так, да? Вот протянули. Здесь тоже смотрите за вот эти вот дужки. Как по инструкции у вас, да? Поднимаем лапку. Туда. Так, мы проставляем. Теперь берем шпульный колпачок, да? Шпульку. И против часовой стрелки ставим по ходу вот тут вдевания нитки. Это будет против часовой стрелки, да? Так, тык. Сейчас. Против часовой. Сейчас. Ну, часовая стрелка у нас вот так идет. Это против часовой. Потому что здесь сам механизм заправки идет против часовой стрелки. И все. Вот, видишь? Оно же по ходу идет. Все. Теперь открываем шторку. И вот сюда вот тут есть пазик. Вот он. И вот так вот вставляем, да? Защелкиваем. Только когда вот тут вот этот вот хвостик вот сюда вот в дырочку в эту попал, да? В пазик. Вот. Ладно, закрываем шторку. Теперь закрываем, да? И одно движение колесо на себя проворачиваем. Достаем эту нитку, да? Все. Достали. Задвинули. И начинаем сейчас пробовать чувствовать машинку. Обязательно пробуем первую строчку на двойном сложении тканей. В один слой бесполезно что-то смотреть, качество строчки и все остальное. Да? Два слоя поставили. Намотали на два-три раза на пальчик, чтобы внутри там не было намотки. Иногда бывает такое, что машинка наматывает. Вот. И скотчем. Сейчас построчи. Сейчас посмотришь, ну, почувствуешь машинку, педальку, как что, подожди. И сейчас я посмотрю качество строчки. И для стачивания, вот сюда показывай, у вас у всех всегда есть свои собственные настройки. Для качественного шва, для стачивания швов всегда два с половиной миллиметра. Это смещение иглы. Нам сейчас смещения не надо, надо, чтобы она ровно посерединке стояла. Да? Слушай, вот сюда дойду. Смотри, ты можешь потом оставить внутри, на себя всегда колесо поворачиваешь, да? А внутри иголку, поднять лапку, перевернуть до нужного тебе расстояния. И теперь давай здесь присмотримся качество строчки. У нас нижняя строчка вот здесь в дырочках, проколах не должна быть видна. И так же само не должно быть наизнанке. Ну, вот тут вот я вижу, что есть вот эти в проколах. Я вижу верхнюю, верхнюю вот эту вот строчку. Поэтому можно чуть-чуть вот здесь на натяжении, чуть-чуть под данную ткань, чуть-чуть поднатянуть. И давай еще раз прострочим, посмотрим. И опять смотрим на вот эти проколы. Вот великолепно все. Все, давай, чувствую машинку, педальку. Да, это натяжение нитки вот это вот. Больше не надо. Вот смотри, вот наша метка, докуда нам надо строчить. Но мне сейчас будет, с одной стороны, неудобно так строчить, да? Можно было бы перевернуть, но здесь у нас нет припусков, да? Как быть, когда вот так? Помните, я говорила, что вот здесь лучше не делать закрепку и не начинать так. Я сейчас отойду на 5 сантиметров сюда вниз, пройду сюда, разверну лапку, подниму ее и пройду вот так вниз. То есть я ее сейчас переверну, чтобы точно у нас хорошо получилась закрепка. 5-10 сантиметров я вот так перехожу, вот эту дыню, вот так ставлю. Помнишь, что вот так вот мы наматываем 2-3 раза на палец, да? Чтобы оно вместо, ну, бывает, что наматывает очень сильно внутри, в начале, да? Да, вот тут вот накрутили и пошли четко по линии, отпустили. Здесь сильно тянуть не надо, потому что ткань у нас довольно-таки рыхлая. Вот, видишь, четко до линии. Теперь поднимаю лапку, поворачиваю и четко строчка в строчку иду вниз и внизу делаю закрепку. Теперь я вот такое движение беру, вот так вот, да? Два конца с одной и с другой стороны пониже засними, как я делаю, вот так вот, да? Вот, растягиваю, да? Но машинке не помогают строчить. То есть много-много видео по поводу качественной строчки просто просматривайте на ютубе, да? Четко по строчке. Опять складочка, здесь складочка. Натянули, но машинке не помогаем строчить. Видишь, я дохожу до пальца, убираю пальцы, вниз иголку. И вот так не надо вот так вот отодвигать пальцы. Вы этим начинаете относительно иголки тянуть, у вас мелкая строчка получается, тут еще про руку эту вторую забываете. То есть вам нужно на отдельном кусочке научиться вот этому движению, растяжению. А только потом боковые строчить, хорошо? Вот, вот так, да? Не встала, да, иголка? Я ее внутрь, а только потом буду тянуть. Вот смотри, здесь совсем маленький кусочек будет. Я его сейчас вот так буду тянуть, да? И когда уже подхожу вплотную к пальцу, я вот такое вот движение, растяжение делаю, да? Вот так. И теперь реверс назад, задний корень. И вперед. Все, закрепочка есть. Когда закрепка есть, мы обрезаем под корень. Идеально под корень. Не надо вставлять нитки, они нам тут... То, что 300 лет не надо. Никогда не надо. И тут тоже под корень, потому что мы здесь сделали переход в 5 сантиметров. Так, ну вот у меня, смотри, не попала в одном моменте строчка. Видишь? Одна ближе, другая дальше пошла. То есть вот этого не должно быть, потому что здесь у нас будет разутюжка. В данном случае, что я должна делать? Видишь? На самом деле, очень хорошо, когда у меня что-то с первого раза не получается. Я вам потом показываю, что с этим делать. Потому что вы, например, бы это оставили. А это оставлять нельзя, потому что шов у нас будет здесь такой, в разутюжку. Да? И вот мы сейчас подпорим ту линию, которая... Сейчас, наверное, даже две здесь подпорим, потому что здесь одна чуть-чуть в ту сторону изогнута, а эта в эту сторону изогнута. Мы ее надсекаем таким вот образом. То есть это некачественная строчка. Нам нужно в обязательном порядке это все устранить. Вот я вот надсекаю с одной стороны, теперь переворачиваю, с другой стороны надсекаю вот так вот. Наши вот эти вот ниточки. Присматривайте, здесь хорошо работает вот эта вот лампочка. Все вы увидите. Вот. И теперь поддеваю. С одной стороны две нитки надсекла, с другой стороны. Почему две? Потому что здесь двойная строчка у нас. Вот, смотри. И сейчас вторую. И ту же самую манипуляцию я сейчас пройду. Все. Все, видишь? Вот оно, может быть, практически вам ничего не видно. Ну вот. Вот этот участок я распорола, а этот... То есть мне надо еще раз. Ну, либо здесь сделать закрепку. Смотри, здесь у нас довольно-таки рыхлая ткань. Мне можно отсюда не идти, а здесь сделать закрепку. Но не в этом месте, где заканчивается строчка. Где будет начинаться наша молния притачиваться, да? А чуть-чуть ниже. Главное, постарайтесь идеально строчка в строчку попасть. Да? Ну, мы должны сделать закрепку. Идеально попасть в строчку, да? И обязательно здесь тянем. Обязательно. Вот так вот. Я предпочитаю сейчас вот дальше здесь не делать закрепку. А пройти, перейти, например, где-то сантиметров 10. Ну, в итоге вот я тебе уже до конца стричу. Пока, да, в данном случае, да. Но вообще так нужно очень редко делать, потому что ткани настолько бывают тугие и малорастяжимые, что вот эта вторая строчка вам сделает боковой шов вот такой стянутый. У нас здесь рыхлая ткань. И вот здесь, в принципе, можно было сделать такую вот манипуляцию. Ну, вот теперь все хорошо. Попали. Все. Да? Урезаем все. Вот наш вот шовчик один готов. Откалываем здесь булавки. И с тобой сейчас будем тренироваться опять на кусочки. А только потом ты вот этот вот шов полностью от начала до конца сама прострочишь. Потому что точно будет с первого раза слегка кривовастый. Здесь надо еще натяжение попробовать. Так, вот у меня потерялась нитка. Как ее найти? Достать. А вот смотри, вы когда заканчиваете строчку, вот сюда показывай, да, вы старайтесь, чтобы у вас вот этот вот рычажок всегда вверху был. Потому что если он у вас внизу, и вы начинаете следующую строчку строчить, вот смотри, еще опасный момент. Вот с этой сбоку вот покажи. Вот смотри, я вроде тянул. А ты видишь, там петлей накрутилась. На, смотри, видите? Вот это сразу у вас не получится строчка. Смотрите, предотвращайте вот эти вот все моменты. Сразу. Да? У вас должна быть вот такая загиб. Да? Ну не должно наматываться. А почему так получилось? Ну вот случайно намоталась. Смотрите, тут любые моменты могут быть. Даже несмотря на то, что это же, ну, это хорошая, отличная машинка и все остальное. Вот, просто когда заканчиваете строчку, у вас всегда вот этот вот рычажок должен быть вверху. Тогда таких моментов не будет связано с тем, что будет убегать там нитка или еще что-то. То есть вы, когда заканчиваете строчку, вы вот так вот подняли, просмотрели, что рычажок вверху, и эти две нитки вот так у вас сзади висят. Вот это лапка, вот, поднятие лапки, вот, да, подняла, да, вот, прокрутила, просто всегда смотрите, чтобы она вверху, перед началом строчки у вас рычажок должен быть вверху. Тогда у вас никогда ничего не будет убегать. Вот, смотри, застряла иголка у тебя, да, что-то пошло не так. Как быть? Вообще никак, видишь? Там что-то очень плохое произошло. Что мы делаем? Во-первых, мы посмотрим, что здесь, убираем вот это вот, фактор. Смотрим, что там, где там случилось. Во-первых, убираем эту булавку, сейчас попробую открутить саму иголку, вот эту, чтобы она вышла из паза, вот она. В общем, сейчас что-то будем делать. Может, не надо, чтобы она выходила из паза, не надо, иначе ее вообще не достанут. Или достаем сам вот этот вот механизм, где-то оно там зацепилось. О, видала? Пауз. Все. Вот наша иголка не пострадала, даже не затупилась. То есть, что-то там накрутилось по какой-то причине. Вот. Но обязательно проверяй, что у тебя вот здесь, ни одной ниточки вот там не должно быть. Если будет нитка, будет рваться дальше все, и все остальное. То есть, при возможности, вот открыла, тут же прочист тут все. Поубирай пыль, какие-то там, махну какую-то там, еще что-то. То есть, в обязательном порядке, ну, тряпочкой это все делать мы, конечно, должны, да? Вот так вот. Вот, чтобы у нас чистенько здесь все, да? И обратно восстанавливаем, ставим, только иголку надо вверх поставить, да? Вот так вот вставим наш механизм обратно. Тут ее просто по-другому не поставишь. У тебя здесь только есть один вариант, как его поставить. все, и фиксируем. В данной машинке мы это делаем, проворачиваем, все хорошо. Опять заправляем машинку, шпульку, и дострочим этот кусочек с переходом, да? Не будем там делать закрепку. Отойдешь на 10 сантиметров и прострочишь. Вот, да? Оп, поставили. Ниточку сюда. Так, крылья. Единственное, посмотри, здесь не затуплена ли иголка. Нет, все нормально. Все хорошо. Здесь четко. Все, можно продолжать. Так, вот у нас подкладка, которую мы купили для нашей юбочки. Мы сейчас ее будем утюжить. Вот мы ее постирали, чтобы она дала такую же усадку, как наша основная ткань. Или ты замачивал? Нет, постирала. Постирала. Да, но это, вот эта помятость все идет не из-за того, что мы ее там выкручивали, она просто так вот мнется. Значит, мы ее будем утюжить сейчас с паром в один слой, не в два, а в один. Старайтесь чаще всего подкладку в один слой, потому что она такая тоненькая, но шифон в два слоя утюжим. А эту, потому что она очень сильно, бывает еще хуже выминается подкладка, да? Я очень рекомендую натуральную подкладку. Вся натуральная выминается так, да? Ну, да, да, чаще всего да. Обязательно, да, лучше, конечно, натуральную подкладку ставить, к телу удобнее, приятнее. Ну, в общем, мы вот так с тобой и утюжим ее, да? С паром, там где-то два с половиной деления, это градус у нас такой вот. И она на самом деле вот супер не разутюжится. Можешь предвинуть, вот я, чтобы я тут с ней сильно там не делала, до идеального состояния вообще, вот как она была до того, как ты ее купила, она все равно не разутюжится. Ну, чаще всего такого не происходит. Ну, такой микро-помятый вид бывает, но в полиэстере этого микро-помятого вида нету. Ну, в общем, вот так у нас будет. Но мы ее обязаны были постирать в обязательном порядке. Видишь, вот этот заминчик такой получился, надо на него водой. Иначе он не отойдет. О, видела? А так парь, не парь, он бы все равно не ушел. Надо его намочить, либо вот тут пшикой, либо сквачиком там, с водичкой. Хорошо? Все, давай дальше. Видишь, он мокрый, он еще вздыбливается так. Ну, ты утюжишь, утюжишь. Мы потом сейчас нашу юбку наложим, обведем. Не надо нам опять заново там. Видишь, оно еще вот так цепляется. Ну, потому что тонкая ткань там. Просто температура поменьше. Нет, тут все нормально с температурой. Не резко вот так выходите. А сходите просто на... Выходить просто за рамки, наверное, надо потихоньку. Нет, просто вот так не дергаешь ткань. Вот так вот. И вот так, когда будешь поднимать утюг, ты его, это... Придерживаешь ткань. Видишь, я вот ее держу. Вот так. Да, например. Ну, или да, за рамки выходить вот этой утюжки. Видишь, что-то не хочет. Значит, придерживаете. Тут ткань совершенно не тянется ни по долевой, ни по поперечной. Вот эта стопроцентная вискоза подкладочная. Ну, то есть тут... Вот сейчас как раз научишься работать с подкладкой, потому что это вообще отдельная тема жизни. Все, пауза. Вот у нас уже состроченные боковые. Мы, наконец-таки, отутюжили нашу подкладку. Купили отутюжили, да. Я сейчас на всякий случай вот так буду фиксировать, чтобы мы могли сейчас подкроить нашу подкладку. Да, чтобы мы сейчас цельным куском ее брали и выводили. Можно сюда делать и юбку. Ну, вообще, сейчас мы будем четко подкраивать полностью по юбке нашу подкладку. Можно еще сюда юбку в трапецию ставить, но у нас просто еще не заготовлена с тобой прямая юбка в твой реальный размер, чтобы я могла заложить вытачки и сделать юбку-трапецию. Поэтому она отменяется. Можно, конечно, здесь отдельно вообще одеваемую юбку-прямоугольник присобранную. Ну, это совсем уже такие манипуляции, но лучше, чтобы вот эта вещь, она была полностью обработана. Желательно, чтобы повторяла подкладка все моменты данной юбки. И здесь можно ее делать как отлетную подкладку, так и полностью приточную. Но здесь должен быть чуть больше припуск, а еще лучше, чтобы он был подкройной, отрезной и обработанный. То есть тут очень много манипуляций, связанных именно вот с полностью приточной подкладкой. Мы делаем попроще вариант. У нас будет отлетная подкладка где-то на 2-3 сантиметра короче, чем основная юбка в итоге. Так, что мы делаем? Вот ее откладываем. Кладем нашу подкладку, которую только что тут чертюжилим, опять же, вот этими вот срезами вот сюда вот. Она очень-очень живая, эта подкладка, крайне живая. Что мы сейчас с тобой делаем? Мы сейчас с тобой давай наколем вот так булавки, уравняя идеально вот эту вот кромку и вот эту часть тоже уравнивая. Будем с ней работать так, как мы работаем с шифоном, например. Хорошо? Вот так параллельно низу и здесь перпендикулярно. Вот так. Значит, что мы делаем? Смотри, я вот так растягиваю и вот так сюда, к краю стола подтягиваю. Сейчас просто под прямой угол вот так встал. Так, да? Оп, оп, оп. Да? И вот эту часть вот так. Вот. И сейчас поднимаемся очень-очень аккуратно. Наложить сверху нашу чудесную губочку. Может быть, сделать даже так, чтобы с одной стороны у нас не было шва. Нам же никто не мешает это сделать. Давай только посмотрим, где у нас должна быть молния. вот. А, да, 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 вот. Но, ты знаешь, такой эффект может... А, может эффект быть такой, что мы сделаем на одну сторону, а перенесся на другой. У нас, слава Богу, двухсторонняя подкладка. Я так посмотрела, она не отличается лицо от изнанки, поэтому... Если бы отличалось, мы бы лицо к лицу ложили, чтобы кроить? Да. Ну, тут сейчас более детально бы это все проверяли, поэтому... Сейчас мне просто достаточно можно просто вот так что ложить. Вот здесь я кладу вот эта кромка кромки, А здесь я, смотри, кладу за минусом вот этого припуска. Зачем мне здесь припуск? А, вот. Давай туда вот так переверну. Здесь вот так. Сейчас будем стараться, чтобы оно тут вовмерка не было. А здесь вот как вот тут... Подкладка уже умудрилась уплыть. Так, а что у нас здесь? Ну, она же может быть поуже чуть-чуть. Получается, что у нас тут... Ага. Мы же длину собирались уменьшать, правда? Я смотрю, что не влажу я четко в этот прямой угол. Здесь сильно большой выпад. Ну, ладно. Давайте побудем экономить. Не будем мы делать только с одной стороны шов. Давай мы сделаем полностью подкройну я все. Потому что здесь нюансы там появляются. Вот, короче говоря, кладем и четко припуски вот этих вот формируем. Только что-то где-то потянуло в другом месте, если тело. Вот такая же история будет у вас из шифона. Либо наводить заново вот этот радиус, его высчитывать. Ну, я думаю, что мы сейчас разберемся. Ну, я думаю, можно было. Сейчас тут все сделаем. Тем более, вот, смотри, видишь, как раз на тут. На 2-3 сантиметра будет меньше. А сколько ты тканей покупала в подкладке? 70. А на юбку сколько ты тканей покупала? Ого. Видишь, лучше одинаковое количество покупайте подкладки. Чтобы я хотела бы, чтобы минимум 2 сантиметра разницы было от низа. Ну, будет уже где-то 3, скорее всего. Что здесь ширину мы проходим, а в длину. Я так и подумала, что подкладка может быть короче. А я с таким расчетом взяла меньше. Ну, видишь, у нас подкладка меньше на 2 сантиметра, а не на 5. Ну, лучше ничего не стоит вам будет в деньгах. Лучше, да, лучше столько же покупать. Это касательно юбки. Жакете там по-другому. Ну, вот, в общем, я ее выложила. Все очень-очень хорошо. Теперь берем наше мылко. Компуль поострее. И аккуратненько вот так обводим. Твоя? Да. Смотри, только вот тут центр. Четко, вот смотри, прижимаешь и вот так обрисовываешь. То есть не дальше, а четко. И мы сейчас с тобой сразу обрежем нашу подкладку. Мы минусуем вот здесь. Смотри. Видишь, сколько вот здесь не доходит. Это у нас, сейчас мы просто измерим, 2 с половиной сантиметра. А тут вот ты вот так вот ее полностью обводишь. А мы тут потом заминусовываем эти 2 с половиной сантиметра. И сразу же вырезаем ровную подкладку. Таким образом мы заминусываем под линейку. Да, да. Сейчас вот. Я тебе в итоге уже отрисовала все. Тут у нас вот шевчик, если что. Это уже с припуском все, да. Здесь тоже вот. Да? Ну вот. В принципе, вот подкладка подкроена. Сейчас мы ее аккуратненько убираем. Верхнюю часть. И накалываем булавки. Парглель на низа. Ну давай, как хочешь на своих булавках. Вот здесь, смотри. Вот тут надо будет колоть чуть-чуть дальше. Потому что мы будем с тобой здесь ровно на 2 сантиметра с отращивать, а нам не хватает булавки. Ну подожди, подожди. Пока я ее вот так сейчас не зафиксирую, пока не перекалываю. Потому что сейчас вот эта часть тоже может слететь. Ну, я бы тебе все-таки рекомендовала те вот купить колюбакинский огольный завод номер 3. Потому что они маленькие. Они должны быть длиннее. Номер 3 это длина иглы? Ну, это толщина, я так думаю. Что у них это за толщину? Ну, кстати, вот если вы в России находитесь, там в районе Крыма, Краснодарского края, ну, по крайней мере, Крыма, Симферополя, то у нас здесь вот то, что вот более или менее удобно варимо, скажем так. Это вот колюбакинский игольный завод. Но именно, чтобы там было на коробочке это все написано, потому что есть подделка очень ужасного качества эти все булавки. Вот, смотрите, не попадитесь на подделку. Там должно быть написано и штрих-код, и все остальное. Еще, девочки, раз я стала, я говорю, дайте, пожалуйста, я сейчас покажу на видео. Это вот из доступного более или менее хорошего качества, потому что все остальное как-то, ну, совсем печально все. Вот, вот так вот они выглядят. Может, конечно, еще что-то где-то есть хорошее. О, давай, давай, мне сейчас, вот, видите, чтобы вот это все было написано, да, вот оно, да. Да, а теперь вот, видео потом можете отцепить. Вот это подделка. Даже цветом отличается. Вроде так все одинаково, да, эмблема. Ну, вот здесь уже не то. Ну, здесь вроде как то. Здесь разные штрих-коды. А здесь на подделке нет надписи Калибакинский игольный завод. Видите, верхняя это подделка. Это подделка, а это настоящая. Видишь? А так вроде все то же самое. Даже вот тут что-то там китайская подделка. Так что, пожалуйста, не попутитесь. Должно быть Калибакинский игольный завод написано. Хорошего качества булавки. Ну, из того, что, по крайней мере, сейчас у нас есть. Вот от этой линии по низу, которую мы провели, от нее ровно 2,5 сантиметра и вот так пунктиром по кругу вот так намечаю, чтобы мы уже одинаково сделали вот эту нашу подкладку. В порядке здесь же центр давайте намечим, чтобы мы его не потеряли. А теперь, ну, вот эти вот нижние булавки можно спокойно убирать. Смотри, теперь дальше что? Поднимай, поднимай, потом, потом. Ну, это тоже уже можно отколоть. А теперь смотри, у нас же лицевой стороной, где у нас нету припусков, мы будем прикладывать к изнанке юбки. Сейчас я покажу эту манипуляцию. Потому что все швы у нас и на юбке, и на подкладке, они у нас внутри юбки будут. То есть мы их не будем видеть. Нам не надо, чтобы к телу были швы вот эти. Зачем? Вот. И вот смотри, я выворачиваю нашу юбку на лицо. Потому что по-другому бесполезно там делать. Сначала вывернуть, потом все вложить. И тогда вы точно поймете, с какой стороны вы тоже должны будете делать то же самое, ну, манипуляцию со стороны подкладки. Вот у нас молния здесь, да. Выворачиваем нашу юбку аккуратненько наизнанку. И вот сюда вот якобы вовнутрь вставляем. Вот. И смотрим. Значит, вот этот шов мы тоже не дозастрачиваем. Там же у нас полностью сострочено. Значит, здесь будем полностью досострачивать. И здесь я тебе сразу просто убираю несколько булавочек, чтобы мы точно здесь сейчас наметили, сколько нам нужно не дострочить. Теперь я обратно выворачиваю, да, там, где вот мало булавочек. Вот. Этот шов мы будем сейчас таким образом формировать. Мы еще сделаем молнию, закроем подкладкой еще и красиво. Что я в данном случае рекомендую. Вот смотри, мы положили друг напротив дружки. Саму подкладку мы будем где-то на 2 см не дострачивать. Например, здесь там 16 см, а здесь 18 см. Чуть-чуть ниже мы будем сострачивать нашу подкладку. Иначе она нам будет мешать здесь строчить на основном изделии. Ну вот. 2, максимум 3 см. Вот до сюда. Все, мы теперь это отзеркалили. И теперь дальше идем строчить, сострачивать наши боковые. Вот здесь от этой точки полностью боковой. А другой боковой на подкладке полностью закрепка-закрепка. Тоже 2,5 мм стежок. Ну вот. А, 2 см припуск? Да, 2 см припуск, потому что мы здесь все с тобой четко. Ну тут смотри, какой хитрый припуск. А, как я там крыла. Ну, в общем, да. Вот тут до вот этих вот пушистостей припуск идет. Здесь то же самое. До пушистости идет припуск, да. Ну вот. Можно еще. Отметить, прочерчить. Они немножко вон не совпали. Лучше бы были бы, что совпали. Потому что мы тоже их будем облетать на верлоке. Вот эти вот припуски. Вот так вот. Видишь, вот. Видишь, чтобы они вот тут вот эти беленькие линии уравнивались. Вот потому что все срежем. Видишь? Вот эта вот беленькая полосочка. Это просто очень хорошо, что она не стянутая, эта кромка. Ну, еще и на 2 см от края. Ну, вот давай сейчас этим позанимаемся. Пока, по-моему, 2 см. Вот смотри, без пара. Берем, мочим наш квадчик. Избиваем его. Вот так оставляем. Чего ты спрашивала? Можем мы вместо квадчика использовать пульверизатор? Ни в коем случае. Почему? Потому что вы когда пшикаете, у вас разбрызг идет. Вот большой ореол. А квадчиком пшикать можно только пальтовую ткань, когда вы ее утюжите с паром. Это, ну, я как бы тоже это не... Ну, можно, но вот. Вот так мы, видишь, мы в нужном месте проводим. Поэтому только вот этот квадчик. Смотрите на ютубе, как его делать. Намочили, да, один раз вот так. И приутюживаем сначала все швы. Даже можно чуть-чуть оттянуть. Только у нас должен был быть обернок в цвет. Не синими нитками, как основная юбка, а черными. Это моя ошибка. Ну, доказала, что ты не хочешь. Ну, вообще, конечно, все должно быть черненьким. Все остальное. Видишь, он совершенно по-другому ложится. Вот остужаем. А теперь вторую часть, да. Там, где у нас будет молния, тоже с тобой вот так же самое. Взяли квадчик, сбили. Много сильно не мочите. Теперь вот эта подкладочная ткань, она, видишь, она сразу как-то скокоживается, выминается. То есть тут тоже должно быть минимальное количество влаги. Ну, можно иногда и с паром утюжить подкладку. Ну, лучше не привыкайте к пару. Пар на самом деле только для того, чтобы нам отутюжить с паром ткань перед началом кроя. Все, по большому счету. Может быть, где-то еще нужен будет пар, но в основном это только квадчик и горячий утюг. Больше нам ничего не надо. Все. Это мы сделали. Мы здесь ее отутюжили. Теперь мы берем нашу колодку. После приутюживания мы наши шорчики разутюживаем. Все у вас лежит на столе. Юбка не падает на пол. И с изнанки начинаем отутюжить. Разутюживать нашу эту подкладку. Тут, наверное, даже, может быть, даже и без воды. Потому что она должна очень хорошо зафиксировать вот этот шов. Вот, видишь? И чтобы сразу не было лаз, смотри, что я делаю. Я не прижимаю утюг. Ни к этой стороне, ни к этой стороне. Только вот ребром вот так утюжу. Ребром утюга и только посерединке. Чтобы мне не надо было сейчас лазы убирать. Ну, отпечатки вот эти белые. Да, у меня нет ничего. Видишь? Тебе идеальный шовчик. Ничего не отпечаталось. Классно? Теперь вторую часть. Так же самое. Только мы ее теперь будем заутюживать. Там мы делали вразутюжку, потому что у нас там молния. А здесь заутюжку, смотри, мочишь как-то там, как хотите, мочите. Пальцы. И смотри, что мы делаем. Можно на ногтях. Смотри, вот сюда засними, что я делаю. Видишь, вот тут играет. Вот, вот тут. Видишь, играет. Вот. Оно играет, играет, а ты заводишь сюда утюгом. То есть лицо верлока у вас должно быть сверху. Видимая часть. Вот это лицо верлока. Да? А вот это изнанка верлока. То есть видимая часть. Ну, то есть видимая часть, куда мы заутюживаем, должна быть оверлоком лицевой стороной вверх. Смотри, то же самое. Я ставлю сейчас утюг до начала оверлока. Здесь никаких лаз не будет. Отпечатков не будет. Вот так вот, видишь? Вот я до начала оверлока еду. Мы же его уже приутюжили, этот оверлок, когда просто приутюживали срезы. То есть мы делаем очень такую хорошую благородную работу по большому. А, то есть мы проходимся по шву. Да, вот здесь даже, эта подкладка даже без фиксажа, ну вот мы сейчас будем фиксировать лоптем, она уже даже и так удержит хорошо. Так чаще всего с подкладкой происходит. А так сейчас мы основную ткань будем утюжить, там мы уже, конечно, будем фиксировать лоптем в обязательном порядке. Ну вот, у нас с тобой вот утюженная вкладочка. Потому что если сейчас ее мочить, она будет вот так вот видоизменяться, эта линия, рыхлиться. Вот, вы помните, я говорю, что этот ваш полусолнце, вот как-то так переносите, чтобы не растянулось, хорошо? Сейчас ее отложу. Мы сейчас с тобой дальше разрубаем утюжки основной юбки. Вот утюжим. Приутюживаем срезы на нашем полусолнце. Тоже намочили квачик, да, сбили. Сильно не перемачивайте. И просто приутюживаем. У нас эта должна линия лежать ровно. И вот тут должно быть ровно. Даже не по этой стороне даже больше ориентируемся, а вот здесь. Да, что ровно должно быть. Мы просто приутюживаем сначала шмы. А потом мы будем заутюживать и разутюживать. Мы тоже ложим на лицо оверлока, да? Или здесь не важно? Нет, здесь не важно. Здесь мы просто приутюживаем. До начала оверлока это когда мы заутюживаем и разутюживаем шмы. Ну, чтобы не было лаз. В этой ткани, скорее всего, ей все равно будет. А вот в подкладке могли остаться следы. Чтобы их заново, ну, опять же, не убирать, то я сразу показала, как это делать. Вы тоже смотрите на ютубе. Ну, так приутюживаем. Только горячий шов никогда не поднимай. Берешь его вот так вот. А с любым подкладом мы делаем так? С любым подкладом, да, мы так делаем? Да, да. Приутюживаем, значит, с любым срезом мы так делаем. Да, да, кроме трикотажа. Трикотаж, так немножко другая обработка. Иногда вообще полное отсутствие утюжки. Только к тканью все равно в начале. Ну, тоже там надо смотреть. Может, надо утюжить, а может, не надо утюжить. Ну, буду все это проговаривать, когда вот будем трикотажем заниматься. Лучше, конечно, про утюж. Ну, бывает такая трикотажная ткань, что лучше вообще не трогать. Пошил и забыл. Обработал все срезы и не надо. Ну, это стопроцентные полиэстеры, конечно. Ну, ты тоже тут, видишь, я уравняла. Тут у нас уже молния. Вот эти два среза я уравняла. Да? Да? Ну, здесь. Ну, сейчас тоже будем разутюживать. Вот утюживать. Сейчас формировку пояса еще сделаем. Все, даем остыщить буквально пару щекун. Теперь мы берем и кладем ее на колодку. Вот так вот разравниваем. И просто разутюживаем то место, где будет у нас с тобой молния. Здесь уже мочим. Да, здесь можно. Да, в костюмном ассортименте обязательно. Тут даже можно вот так просто поставить и не париться. Здесь, скорее всего, не будет вообще никаких лас. Она очень рыхлая такая ткань. Ну, конечно, можно сделать ласы при любом раскладе. Все, и фиксируем лаптем в обязательном порядке. Сейчас оно остынет, и мы будем вторую часть утюжить. Только в какой момент? Вот сейчас мы специально в реальном времени все снимаем, чтобы вы видели, какое количество времени оно должно лежать и остывать. А когда у вас более длинные боковые швы и срезы, то отдельное видео смотрите. Там, где качественная утюжка боковых швов. Именно длинные. Я там оттяжки делаю. Здесь я это практически делать не буду. А там я более детально на габартине это показываю. Тоже все на ютубе. Видишь, ничего нет. Так, теперь второй шовчик делаем вот этот вот. Тоже заутюживаем его, чтобы лицо оверлока было. Какие-то нитки тут. Намотки каких-то ниток. Что это такое? Вот это нитка взяла. Чистите швы. А вот это что это такое? Тут колтюм вот этот мы сейчас срезали. Давай мы сначала прострочим без закрепки. Иди вот до сюда и где-то на 10 сантиметров переходи. Без закрепки, а только потом будем заутюживать. Хорошо? Так. У нас здесь теперь тоже почему-то на эту сторону заутюжим. У меня напрягало немножко. Ну ладно. Так, намочили вот здесь. А, ну у нас тут тоже с тобой такая ситуация. Тут еще и сильно оттянуть нельзя эту ткань. Она сильно рыхлая. Можно так тут растянуть. И здесь вот тоже самое делаем, только здесь уже не паримся по поводу глаз. Просто здесь не будет. Угу. Давай, 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 давай. Давай наметывай верхнюю часть. У нас тут сразу 10 дел. Хотя бы так. Все, это остывает, и мы потом формируем этот же пояс. Вот, мы намочили. Вот так провели. Теперь уравниваем вот эти оба среза. Вот так вот. И вот здесь вот так вот оттягиваем, а там фиксируем. Здесь вот оттягиваем, а туда вот так слегка заворачиваем. Но обязательно срезы фиксируем вот здесь на одинаковом уровне. Там где-то еще и будет это видео. В крайнем случае еще у кого-то посмотрите. Совмещаем. Только вот здесь хорошо придавливаете утюгом. Выше, выше возьми. Выше. Вот тут давите на утюг, иначе вы не зафиксируете форму. Видишь, я с таким как напряжением делаю. А там где мы с вами это самое прошлись, надо тут фиксировать локтем. Мне кажется, надо будет еще, сейчас он не досушился. Может, он не прогрелся до конца еще, мне кажется. Нет, он не прогрелся. Сейчас. Вот эту часть сзади фиксируем. В общем, лучше такое движение назад не делать, потому что он не фиксируется. Я просто тут смотрела, что он уже схватился, поэтому я сделала движение назад утюгом. И вот так вот зажимаем. Вот теперь пускай пару минут полежит, остынет, схватит форму. Тогда дальше будем оттягивать. Теперь, смотри, опять продвинули, намочили вот так вот эту часть. И опять начинаем. Становимся. Здесь оттягиваем, там заезжаем. Оттягиваем. И вот сюда задвигаем. Так вот. Оп. Чуть бы горячее. Теперь опять совмещаем, оттягиваем и наезжаем. Опять совместили и наехали. А Настя и пояс тоже так делали? Да, точно так же. Все то же самое. Только мы там еще у нас усложненный вариант был. Нам было еще четко по сгибу, чтобы здесь была полоска нужная нам. Так, ну вот это не должно быть. Его можно даже не фиксировать. Он у тебя не зафиксируется. Сейчас еще раз я буду его утюжить. Плохо растягивается ткань, несмотря на то, что она рыхлая. Но мы там внутри дублерином хорошо проклеивали. И она вот, видишь, не очень сильно формируется. Но ты на это дело не парься. Почему? Потому что мы делаем это, но этого можно не делать. Но лучше, конечно, сделать. Потому что талия у нас зрительная гораздо уже, чем реальная талия. Поэтому я вам и рекомендую его делать. Оп. Вот так, приезжаю. Здесь опять будем фиксировать. Видишь, я хотела, чтобы оно сильнее, но оно тут даже физически не могла его оттягивать. Просто не такой рыхлости получается обработка его утюжка. Ну вот, достаточно, в принципе. Сейчас главное досушить его. Ну вот, будет до следующего раза ждать. Все. Вот теперь минимум минут 5-10 пускай лежит. Стоп. Так, вот смотри, что мы сделали. Это мы обрабатываем нашу молнию. Вот наши припуски. Мы нарисовали на лице 2 см. И на металле зафиксировали вот эти края. Три раза на одном месте, сантиметр через сантиметрик. И прошли вот так. Да? Вот мы ее вот так положили. И с этой стороны, потому что застежка у нас идет слева. Значит, вот эта сторона будет находить, а это притык молнии. Сейчас дальше покажу. Сразу наметили где-то сантиметровый припус такой мылом. И наметили линию пересечения. Вот, видишь? Раздвинули, ее наметили. Вот. А теперь берем нашу молнию. И сначала все делаем на булавках. Поскольку, видишь, у нас здесь большая собачка. Да? Мы с тобой вот так ставим ее. А, намечала я молнию с тобой в предыдущий раз вот таким образом. Да? Здесь на сантиметр от вот этих зубцов. А здесь на 0,5 чуть-чуть выше мы намечаем линию, чтобы не видно было вот этого железка. Ну, по-моему, снимали с тобой вот это видео. А вот здесь, смотри, теперь такой момент. Мы здесь будем находить дальше. Не вот так вплотную ставить. А дальше миллиметра на 3. Вот даже можно вот так вот себе наметить. Вот так. О. Я сейчас к этой линии буду сейчас приставлять. И вот здесь у тебя от вот этих вот места застегивания молнии должно где-то сантиметр идти. Да? Вот так. Оп. Потому что ты когда будешь строчить, оно упадет. И будет как раз то, что надо. Вот так вот. Фиксируем. И то, видишь, я пыталась к ней сейчас зафиксировать, оно слетает из-за того, что очень крупная, толстая такая вот собачка. Ну, ничего. Зачем так? Я же тебе объясняю. Ты когда будешь строчить, оно вот так будет. А сейчас я тебе ее вот так накалываю. Ты уже накалываешь, оно уже убегает вниз. Ну, туда сползает. Вот. Вот. Видишь, я уже наколола. Я пыталась вот сюда. Оно автоматом начинает съезжать. И когда будешь строчить, еще больше. Понимаешь? То есть вот эти моменты, вы их прочувствуете. А здесь мы, по идее, вот в просроченном виде должно быть вот так. Но мы сейчас с тобой специально формируем ее где-то на 3 мм дальше. Вот так. 2-3 мм. Ну, даже не на 3, где-то на 2 мм дальше. Потому что, когда будем строчить, оно съедет. За счет молнии оно съедет. То есть мы вот этот сгиб, мы с тобой вот сюда вот так прикладываем. Видишь, вот к этой стороне булавки. И вот так фиксируем параллельно низу. Низ там где-то у нас. Вот там низ. Параллельно низу. Или перпендикулярно будущей строчке. Да? Мы сейчас с тобой, Инна, то же самое будем делать. Я смотрю. Да? Мне надо по этому образу. Сейчас подожди. Да? Вот так сейчас. Подожди. Сейчас я наколю. Дальше. Мы так же само накалываем на 2-3 мм. Дальше. Так. И мы с тобой вот так вот. Сейчас мы до конца наколем. И сейчас после наколки мы с тобой берем и наметываем и наметываем. Здесь смотри. Здесь почти вровень ты должна прийти. Здесь не делай 2 мм. А то не совпадут вот эти вот части. Вот тут буквально. Может, на 1 мм дальше заколешь. Смотри, я вот так строчу. Видишь, она поворачивается вровень становится. Вот. А теперь берешь и наметываешь. Чуть повыше. Вот здесь. Три раза на одном месте. И перед вот этой вот строчкой на 2 мм. 1-2. Вот так до сюда наметываешь. Хорошо? Да. Три раза на одном месте делаешь закреп. И наметали. И теперь... Ну, ты знаешь, я вообще вот не очень люблю убирать булавки. Вот хотела их убрать, но остановила себя. Знаешь, почему? Потому что, когда рыхлая ткань, и когда мы едем, у нас начинает формироваться вот такая складка. Видишь, что происходит? Видишь? Да. Вот оно так и будет. А иголка не даст растянуться ткани, и вот сюда култяном таким вот складкой такой не придет. Поэтому лучше оставь. И тогда, знаешь, что мы, наверное, сделаем? Давай мы сейчас одну сторону прострочим, а потом будем вторую сторону наметывать и второй расстрочить. Хорошо? А если мы ее раскроем... Тебе сейчас будет неудобно накалывать и наметывать, сейчас тебя поколешь. Хорошо? Все, стоп, да? Ага. Вот смотри, мы сейчас будем прострачивать нашу молнию. Здесь у нас 2,5 мм стежок. Я все-таки стараюсь вам оставлять 2,5 мм. Не надо делать здесь 4 мм. Вот. Ага. Более качественная, более прочная строчка будет. Смотри. И теперь мы вот так ровно по сантиметру здесь не идем. Мы идем с отхождением вот таким. Здесь где-то на 1,5 мм и плавно вот к этой линии придем. Я сейчас постараюсь так прострочить, чтобы было не на сантиметр, а чуть меньше. Но это я сейчас буду смотреть, насколько мне даст возможность сама молния. Вот сейчас мы ее делаем в раскрытом виде. Нам легче будет строчить. Вот. Смотрите, я вам показываю сейчас на обыкновенные лапки. Это сложнее, нежели чем на специальной такой лапке поуже со смещением. То есть там полегче будет это строчить. Но поскольку в основном у вас у всех такие лапки, то я вам показываю, как это сделать на данной лапке. Вот, да. Обязательно 2-3 раза намотали нитки, чтобы они там потом култеном не намотались. Да? Делаем закрепку. Что-то случилось. Что-то намоталось, в общем, там. Но поскольку это припуск, давай, наверное, мы все-таки оставим. Вроде бы ты же там все правильно заправляла, да? Да. Ну, давай сейчас вот так пойдем. Видишь, уже оно очень... Вот так. Тут надо помогать, помогать, продвигать. Видела? Я вот сейчас помогала. Я тянула вот эти вот ниточки. Вот за вот эти вот ниточки. Очень аккуратно и не спеша, потому что она раз и съехала. Раз и кривая строчка получилась. О, отлично. Я сейчас стараюсь вот по вот этой стороне линии тебе идти. Или вот сюда вот практически ровно на сантиметре. Очень сложно. Она очень сложно едет на молнии, поэтому, когда у вас будет специальная лапка такая со смещением, я вам сейчас ее просто покажу, то легче будет строчить. Просто вот эта часть не будет лежать вот здесь на молнии, и вам легче будет строчить. Что-то, по-моему, там с заправкой не то. Видишь, а тут он намотал, но тут ладно. А вот это, конечно, для нас недопустимо. Вот в данном случае, либо мы заправляем здесь, ну, в целом, в общем-то, она здесь более-менее удобоваримая. Вот эта строчка. Либо мы ее сейчас обрежем и будем делать здесь, на этом месте, закрепку. Либо, я сейчас вот так оставлю. Вот это вот надо... Сейчас что-то с этим сделать. Сейчас я посмотрю, что тут конкретно случилось. Так, а сейчас я покажу... О, видишь, вот эти вот вылезли. И перетянулась сюда вот эта вот вторая нитка. Вообще, вот, ну, тут, в общем-то, даже закрепки особо не будет видно. Я бы тут тебе все-таки рекомендовала сделать закрепку. Если была бы более такая гладкая ткань, без переплетений, без вот этого вот всего, то там надо было бы вот это вот завязывать, вот эти два маленьких кусочка, завязать два раза на одном месте и протянуть эти нитки. Вот давай мы сейчас, наверное, так и сделаем. То, что потяжелее, мы сейчас это и сделаем. Хорошо? Вот так вот, да? Обрезаем. Теперь надо будет их завязать между собой два-три раза. И сейчас туда протащим между тканями. Хорошо? Все, давай пока. А вот эта лапка, да, в которой проще строчить. То есть мы ее вот сюда вот ставим, да? Но, смотри, она дает возможность вообще и смещения в том числе. Влево, вправо. Ну, эта машинка смещает только влево. Поэтому можем ее ставить, а строчить будет просто с другой стороны, будем вот так. Да, со смещением. И как раз получается вот эта лапка не идет по вот этой молнии. И нет возможности тебе как-то там скривить. То есть вот так гораздо-гораздо удобнее на самом деле. Вот вы сейчас там проговорили, что на Лее Экспресс есть там что-то за 800 рублей. Сколько лапок? 40 лапок. 40 лапок, да? Ну, возьмите. Почему нет? Главное, чтобы они для женому подходили. Там посмотрите в аннотациях что-то такое. Ну, я там знаю, дичонки брали, там не все подходят. Почему с той стороны, если она смещение влево делает? Ну, вот, смещение влево. Вот сюда она будет делать. Вправо она вот сюда не сделает. Либо будет посередине, либо будет вот здесь. Ну, как-то заснимем видео, как строчить на вот этой лапке. Хорошо? Вот, чтобы вы знали и понимали, как это. Ну, это легче будет, чем на вот такое вот обыкновенное строчение. Где мы завязали, да? Вот. И теперь что мы делаем? В это место вот так вот проставляем. И между тканями там протаскиваем. Главное, чтобы с лица не было видно. Видишь, я нигде с лица вот тут не вижу иголки. Ну, значит, все хорошо. Но только, ну, можно, конечно, и под молнией, но лучше между тканями, да? Вот так мы затаскиваем. И вот так вот две вот эти вот ниточки туда засовываем. То есть мы за чистоту, за красоту обработок, за очень большого качества и все остальное, да? Оп. Все, мы туда их заправили. Они теперь там всю жизнь будут жить и никому не мешать. И все. А если бы вот таким образом мы бы четко с этого места начинали, то мы и эту бы нитку тоже бы так завязали. Короче, давай вот раз начали, тут делать будем без закрепки. Все очень красиво. Где мы закончили? Вот мы закончили. Значит, в это же место мы сейчас ставим нашу иголочку. Ищем где это было. Лучше, конечно, нарисовать. Индей, пожалуйста, мылку маленькую. То есть в принципе это мы сделали для гладкой ткани, да? Да, да. Мы решили заморочиться по полной программе. И раз уже стали показывать, то показываем уже до конца. Вот, видишь? Вот это место, куда мне сейчас вкалывать. Потому что оно вот под лапкой вообще ничего не видно. Так, наматываем на палец, да? Чтобы оно сейчас там полтяном не накрутилось. И ставим ровно в это место, да? Вот. Придерживаем. Два стежка минимум. Мы с тобой... Не хочется. Вот. Держали, отпустили, да? И вот так вот. Здесь очень сложно идти. Мне надо растягивать молнию. Но еще стараться, чтобы она очень ровно прошла. Сейчас я вот так буду тянуть. И возьми в больший объем. И покажи, как я держу сейчас руки. Если будет получаться... Вообще не хочет идти машинка. Не хочет рейка работать нижняя. Мне приходится все делать самой. Для того, что вот эта молния вот так попадает. Поэтому, когда вот эта лапка есть, то будет вам легче, проще это делать. И вот так вот дальше. Видишь, что я делаю? Мне приходится вот так вот тянуть. Но главное, чтобы здесь она ровная, эта линия была. Поэтому изначально было бы очень хорошо, чтобы вы навели вот эту линию для строчки. И тогда вот в данном случае я ее просто отклоняю и с одной из сторон начинаю ее... А теперь смотри. Я подхожу сюда к концу. В редких случаях, когда можно застегнуть, не поднимая иголки. Он сильно толстый. Он не даст возможности. Я поднимаю вообще. Убираю сейчас вот эту булавку. Она мне сейчас будет просто очень сильно мешать. Только не сместите ничего. Подняли и застегнули. И в это же место вот так вот поставили иголку. И когда я вот такую манипуляцию делаю, я в обязательном порядке делаю небольшой ход назад. Потому что я могла тут как-то сместить и повредить строчку. Чтобы этого не произошло, хотя бы один стежок назад делаю. Как микрозакрепку вот такую вот. Да? И вот здесь то же самое. Что там у тебя? Затрочилось что-то? А, ну тогда распарывай. Так, давай сейчас вот так вот поставлю. И заодно сформирую место, до которого мне строчить. Вот так. Да? Вот как раз до вот этого места, где эта булавка, мне нужно и прострочить. Ну, сейчас будет легче строчить. Может увеличиться длина стежка. Вот. Тут сейчас я шла вот относительно края ткани и края лапки. Я сейчас смотрела. Ага. Оп. Все. Вот в данном случае либо можем делать закрепку, либо не делать. Но в любом случае мы будем заправлять концы. Ага. Что-то там опять произошло. Что же там происходит сегодня с машинкой? Даже закрепку не делают. Опять что-то порвалось. Что же это такое? Ну да, значит, все три нитки будем заправлять. Так. Сейчас давай проверим, что тут произошло. И вообще будем ли мы переделывать нашу молнию ровно или тут получается? Да? Ровненько. Ровненько. Отлично. Я думаю, что не надо переделывать. Так трудно надолось. Ну, в том-то и дело, что вот эти молнии не всегда труда надаются. Ага. Вот они уже тут перетянулись. Да? Эти ниточки. Опять завязываем. Да? Я там все-таки один раз назад сделала закрепку. Завязываем и протаскиваем. Хорошо? А потом я сейчас тебе покажу, как другую сторону делать. Хорошо? Так. Ты говоришь, что с этой делать? Это же вверху мы ее вот так подтянули чуть-чуть и выправляем. Петельку сюда переносим. Да? Опять заправляем. Завязываем 2-3 раза и протаскиваем между тканями. А что с этой стороной? А вот эту сторону смотри. Давайте надо чуть-чуть обрежу ее. Эту мы закрываем обратно и берем вот так вот задвигаем. Подожди, я отрешу. Подкладываем нашу тетрадку, журнал или книгу, что хотите. И начинаем с тобой накалывать здесь притык к молнии. Вот так. Четко-четко впритык. Но здесь вот давай уравняем вот эти вот края. Я рекомендую ее подразделить. Потому что очень сложно ее вот тут ставить. Притык, когда вот эта вот лапка стоит. Ну, сама. вот так и начинаем вот так вот накалывать. Накалываем полностью до низа и наметываем миллиметра на два от края. Вот так вот. Ну, и вот тут миллиметра на два. Потому что строчить мы где-то на один, максимум на два миллиметра будем. И все. Смотри, оп. Я ее сюда задвинула. Здесь же не должно быть никаких перекосов. Ну, это все на вот этой вот какой-то скользкой поверхности. Журнал, тетрадка, книга, что хотите. Видишь, все. Ну, очень даже легко, хорошо. Обязательно надо накалывать. Обязательно. А потом наметывать. Четче будет. Потому что если вы не накалите, вы можете где-то сдвинуть край. И получится какая-то припосадка в итоге. Видишь? Здесь там все очень даже хорошо. И здесь вот. Все четко. Вот оно. Давай. Наметывая на два миллиметра. Ну, на три там можно миллиметра. Закрепко-закрепко идем строчить. Нашим умомем. Уже будет готов. Мне удобнее вот с этой стороны строчить. Смотрите, чтобы вы там случайно ничего лишнего не пристрочили. Кусок ткани, там еще что-то. И вот здесь мы, смотри, вот так с тобой отворачиваем, чтобы нам легче было. И начинаем как раз вот с этого места и формировать нашу строчку. Тоже два с половиной миллиметра стежок. И где-то на 0,1 будем с тобой строчить. Вонзаем. Придерживаем хотя бы одну ниточку. Закрепку делаем? сделать. Ну, может, в какой-то ткани мы не будем делать. Посмотрим. Может, там один стежок перетянули и заправили. Может быть, и так быть. И вот так вот. Ну, смотрите, что вот эта вот полосочка рытвинка между вот этими двумя частями самой лапки была вот тут ровно на 0,1. Ну, в общем, как-то настройте свой глаз. И все остальное. Даже можно иногда делать со смещением. Например, ставить вот эту вот полосочку четко по краю, смещение иголки делать и ровно будете строчить здесь на 2-3 миллиметра. Ну, захотите, потом услышите, о чем я говорю, попробуйте. И вот так вот. Оно съезжает чуть-чуть. Пока булавки не убираем. Можно подходить и убирать. Чтобы не было никаких там ни набегов, ничего. Видишь, я как вот так как растягиваю. Вот. Набираю. Такой вот вид вот эта штука. А возьми, паузу поставь. Вот. И вот так растягиваем. Едем дальше. Я не поняла, что с машинкой? Что она опять рвёт? Опять её смазывают, что ли? Ну, что это за дела такие? Провала нитку? Слышала, такой микро? Да. Что это с ней такое? Тут ничего не видно. Вот сейчас тут такая, как намотка. Видишь, он наше вытворяет. Уже было такое с ней. Мы же её чистые смазывали. Может, просто есть... Ну, смотри, что это такое. Ну, смотри, что это такое. Ну, смотри, что это такое. Да, не мгновенный объём. Это нормальный объём для этой машинки. Её сейчас подвытянем. А тут я ещё не обрезала саму нитку. Так, вот смотри, можно тоже это дело всё связывать, вправлять, отсюда строчить или сделать микро-закрепку, это срезать и дальше пройти. Но в потайной молнии так точно нельзя будет делать. Вообще, старайтесь, чтобы здесь никакие нитки не торчали, потому что, если они, бывает, попадают в саму молнию, она может что-то с ней произойти. Понимаешь, она может заесть или вообще не расстегнуться и всё остальное. Давай мы всё-таки заправим. Я сейчас ничего не буду такого делать здесь. Я сейчас перейду строчку и здесь оставлю нитки, мы их тоже завяжем и вправим. Ну, а так, смотрите, на ваше усмотрение можно делать закрепку и дальше идти. Так, вот, берём за ниточку, вот три кусочки. Так, и идём дальше. Можно по булавке, но будет кривая строчка. Лучше к булавку подходите и убирайте. Убираем. Тут же и намётка держит, но всё-таки лучше на булавках, в том числе, не будет, во-первых, складок, набегов. Убираем. Убираем. Поднимаем. А здесь нам опять же надо будет расстегнуть. Да? Молния. Не хочет. Оп. Расстегнули и в то же место поставили. Я сделала сейчас стежок назад, сразу же отодвинула его назад. Вот, как закрепка была. Я сразу его отодвинула назад, сместила. Это тоже можно убрать. Тут микро закрепка, потому что вот эта часть не даёт назад и обратно ехать. То есть, однорожковая лапка, ой, не однорожковая, а вот эта вот лапка, которую я вот вам показывала в этом видео, тоже очень хороша в этом плане. Так, что мы с тобой, давай проверим, что всё ли у нас окей. Смотрим на линию. Всё хорошо. Красиво. Всё, остальное мы приутюживаем. Сейчас ещё дошаманим это всё дело. Снимаем намётку. И с тобой вот здесь вот, да, вот эти нитки перетягиваем. Вот эти нитки перетягиваем. Чтобы перетянуть, нужно её чуть-чуть вот так вот, да. Тянуть и найти вот эту вот петельку, где она тут. Если нет этой петельки, вы не можете её перетянуть. Просто вкалывайте иголку с лица и переносите наизнанку. Ну всё. Бывает такое, что невозможно найти. Ну здесь закрепка, здесь мы уже срезаем. Зачем? А, я, по-моему, срезала уже. Вот это ты заправляешь. Вот это, вот это. То есть у нас полное качество. Хорошо? Чтобы долговечно. Всё, по-моему, всё, по-моему. Вот смотри, у нас тут настолько всё хорошо. И у нас ткань такая очень хорошая, благородная, качественная, что в данном случае, при данной ткани... Я даже так всё сверху приутюжу. Только я через проутюжку это буду делать. А в других случаях так нельзя будет делать. Надо будет смотреть другое видео, как габардиния утюжит. Это просто рыхлое, хорошее, такая вот... Шерстяная ткань. И то... Так, сейчас я чуть-чуть, буквально. Здесь так можно. Но это делать крайне редко так можно. Сразу вам оговариваюсь. Это крайне редко. Я просто уверена в этой ткани. И знаю, что здесь ничего плохого не произойдёт. И минимальное количество стояния на одном месте. Да? Минимальное количество. Ещё его так зафиксируем. Это против технологических всех правил, всего остального. Но в данном случае это можно так сделать. Другое видео смотрю, оно будет по-другому. Не всегда так можно. Даже запрещено так делать. Потому что ласы вам обеспечены были бы просто. Ходили бы, блестели от блёстки. И причём неисправимые, да, наверное? It's ok? It's ok. Видишь, он прям идеально лежит. Как будто тут ничего и не втачивали. А, я забыла вам ещё сказать. Мы вот тут не пересекали эту линию. Да, кстати. Мы вот тут сделали закрепку. И вот здесь сделали закрепку. И туда поехали. Мы эту линию не пересекали. Потому что мы нашу вот эту вот железку спускали вниз. Мы можем пересекать только под железкой. А если железка ниже, не дай бог вам тут где-то пересечь. Потому что вы пересекаете молнию, и молния становится менее качественной. Она может разойтись. Никогда в жизни её не пересекайте. Только под железкой. Смотри, вот здесь сложно. Поэтому мы сейчас вот так отодвинем. Потому что там собачка была. И с изнанки вот так вот приутёжим. Так очень. Давай даже без колодки. Будь здоровы. Спасибо. Вот так вот. Да, без колодки. Ну, давайте всё-таки через проутюжку. Вот так вот. Чуть-чуть. Чем нам нужна вообще проутюжка? Для того, чтобы мы не прижарили ткань. Не оставили на ней след. Это в том числе обожжённый такой след. Коричневый может быть. То есть вот для этого мы используем проутюжку. И всё-таки качественнее будет идти проутюжка. Ну, утюжка через вот какую-то беленькую такую. Но не марлю. Марлю я вообще не воспринимаю. Она не нужна вам вообще. Просто обыкновенная хэбэшка, как простынь, грубо говоря. Кусок простыни и всё. Всегда, конечно, всё должно утюжить. Смотри, как оно ровненько лежит. Красотень. О, смотри. А-а-а. Красота. Здесь она будет подниматься. Потому что здесь же собачка. Чуть-чуть отставать будет. Это в потайной молнии не будет такого. А здесь она тебе, смотри, как идеально получилось. Вон, по струночке всё лежит. Великолепно. Поздравляю. Спасибо. На нашу юбочку мы одеваем наш подъюбник. То есть это изнанка. Что я сейчас тебе рекомендую делать? Мы сейчас с тобой вот так вот выгибаем. И лицом к лицу ставим вот эту ткань к молнии. Вот так. И мы сейчас её там, вот этот подъюбник, прострочим. А только потом будем... То есть мы полностью сейчас зафиксируем нашу молнию. А только потом будем притачивать пояс. Смотри. Вот здесь вот так я ставлю булавку. Видишь? И вот здесь вот так вот. Выворачиваю и ставлю. Можно вот эти вот концы выбрать сразу. Они нам будут просто мешать. Вот ещё шов куда-то попадут. Нам они совершенно не нужны. А здесь я вот к этой стороне ставлю притык. Насколько, конечно, получится притык. Главное срезы вот здесь вверху уравнивайте. На подкладке и на основной ткани. Вот тут сверху. Уравниваем с тобой. У нас же тут тоже было по 2 см. И уравниваем дальше вот здесь вот с припусками на самой... Ну, подкладки и припуски на подкладке с припусками на самой юбке. Да? И так очень-очень аккуратно накалываем. Сейчас я тебе выверну, чтобы было это легче делать. Вот так. Только даже, наверное... Да-да-да. Вот так вот очень удобно будет. Ну, вот мы сначала ее прострочим. Потом все остальное. Смотри, здесь можно очень легко сейчас растянуть подкладку. И она может по-разному потом притачивать. Ну, как бы будет с каким-то косой такой фалдой на лице. Надо очень-очень аккуратно здесь накалывать, чтобы и не припосадить, или не растянуть. Потом в конце вы можете пролистнуть вперед видео, увидите, к чему мы там потом пришли. Почему это так важно, то, о чем я говорю. И вот фактически вот наша закрепка по боковому. Мы можем даже чуть ниже и пройти, чтобы нам легче было расстегивать молнию. Тут не впритык вот эта закрепка. Делается чуть-чуть ниже на 2-3 см, нежели на самой основной ткани молния заканчивается. В обязательном порядке. Даже знаешь, как я, давай, вот так сейчас накалю. Напротив какого момента нам нужно с тобой остановиться. Вот. Оп. Предпоследняя булавка будет говорить, что нам на этом уровне надо остановиться. И мы сейчас будем с тобой, если очень надо, можем расстегнуть молнию. Потому что она, по-моему, нам мешает. В каких-то там моментах. Я, по-моему, тоже. И вот так вот сейчас будем строчить вот отсюда, по вот этой стороне, той самой лапкой со смещением, которую мы сейчас вот и не вметывали молнию. Потому что основная лапка здесь некуда стать ей. А то и как раз, думаю, мы сейчас пройдем. Давай мы сейчас, да, давай я сейчас накалю, в общем-то, это две стороны. Да? Давай с этой стороны. Так вот. Теперь. Да, мы это все не оставим. Накалываем. Сейчас покажем, как еще нам надо строчить. Так. 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 Сейчас я ее переколю, сделаю то место, до которого нам надо строчить, смотри, вот здесь напротив, ну или просто еще одну булавку поставлю, что у нас с тобой до предпоследнего места мы с тобой сострачиваем, можно и дальше, но я не рекомендую дальше делать, четко по вот этой линии, да, чуть дальше вот этой вот закрепочки, я сейчас про молнию ничего там не знаю, мне вот эта закрепка, это боковой шов на подкладке, я вот по этому линии равняюсь, а сама молния у нас вот тут, вот она закончилась, видишь, вот она, она там дальше не может расстегнуться, мы же ее выше железки ставили, ну не трогай, не расстегивай, потому что мы сейчас можем какую-то булавку потерять, все, сейчас идем с тобой сострачивать. мы начинаем строчить, только мы вот так с тобой сейчас будем строчить, вот так переворачиваем, и не по подкладке, а по вот этой стороне будем строчить, вот так, нужно и вот так, нам так неудобно будет, нам надо вот так, чтобы здесь мы строчили, например, на определенном расстоянии от края, например, вот можем на сантиметр там от края, если у нас будет получаться, вот, или по оверлоку, например, строчить, но если по оверлоку, то и здесь должен красиво верлок стать, давай мы можем вот так, но не больше, скорее всего, что вот здесь нам будет очень неудобно проходить по-другому, пытаюсь застегнуть нашу новую, все хорошо, еще хорошо, замечательно, все, больше не строчить, все, тоже на утюг, так, вот так вот, да, вот, давай, ну где-то на ноль, ну почти на сантиметр, в общем, мы сейчас с тобой пойдем, помнишь, у нас предпоследняя вот эта иголка, мы по ней сейчас ориентируемся, начинаем, от нее на сантиметр, да, от края, вот у нас, видишь, рейка с другой стороны сантиметровая есть, я сейчас вот тут по краю буду, чтобы мне легче было ориентироваться, тоже 2,5 миллиметра, закрепку в обязательном порядке, да, подтянули и дальше вот так строчим, тянем, лучше здесь тянуть, я когда строчу, я стараюсь, чтобы этот срез был ровно по вот этой речке сантиметровая, очень сложно, начинает где-то что-то там сбиваться, но тем не менее, мы даже с той лапкой смотрим, я же вытягивала, а ты через основную ткань вытянула, у тебя на лице должно быть видно, это не, видишь, как это она у тебя тут прошла, вот она у тебя на лице прошла, давай мы ее вот так, я там увидела, еще один хвостик, вот, вот так, это точно по лицу она не пройдет, да? так делать нельзя, видно, так нельзя делать, ты растягиваешь талю, ты сейчас будешь потом припосаживать, поймешь, что ты сделала, хочется, очень хочется, но там надо ее в несколько раз складывать, смотри, так, не, я не успела показать, что так нельзя, и Насте нельзя было так, и Тане нельзя было так, оно же все растягивается, вот здесь смотри, мы с тобой обрезаем под корень, и здесь, и здесь под корень, конечно, только подожди, сейчас тебе выгляну, покажу, с какой стороны и как мы будем строчить, ну, вот, нормально, только тут скривилась, ну, на булавку, вот сейчас булавки мы убираем, чтоб нам легче было со второй стороны строчить, ну, здесь прям принципиально, чтоб оно супер все там ровное было, ну, лучше, конечно, чтоб ровное было, но можно это оставить, теперь с другой стороны, вот так вот, но здесь у нас, смотри, тут кусок застроченный, здесь просто сложнее будешь строчить, даже если ты вот до сюда прострочишь, вот так вот, по молнии, будет тоже очень хорошо, поняла, потому что здесь очень сложно, здесь мало припуска, хотя бы хоть за миллиметр, если прострочишь, будет очень хорошо, я тебе потом тут помогу, все что. тоже, конечно, нет, с другой стороны получается, что мы будем начинать, или полностью расстегнем, или полностью застегнем, так, да, ай-ай-ай-ай-ай-ай, так, ну, вот с предпоследней стороны начинаем строчить, да, ага, то же самое, с другой стороны, вот так, почему, ну, нам неудобно по этой стороне будет строчить, нам надо с этой стороны, а строчить мы вот по вот этой можем только, почему, может быть, действительно ты права, почему бы и нет, ну, крутим, вертим, делаем, как нам удобно, можно, в принципе, и так, и так, так, без разницы, главное, результат, давай, точно, точняк, молодец, видишь, я не сразу дольнула, то же самое, как ты вправляешь, посмотри, то же самое, вот она, часть на лицо, у тебя просто очень хорошая ткань, она не видно ничего, я просто не поняла, наверное, как правильно, там между тканями, но чтоб на лицо ты не, не вколола, здесь вот сейчас будет мешать нам, наверное, вот эта молния, ну, сейчас посмотрю, будет мешать, не будет мешать, тоже сантиметр на лапке, да, ну, да, сейчас вот этот тебе кусочек пройду, видишь, какая замечательная лапка, просто чудо лапка, она фактически дает сразу тебе ровный сантиметр, вот ты дальше, ты сама дальше и сможешь прострочить спокойно, только тяни, хорошо, и вот здесь надо еще фиксировать вот эти моменты, ну, очень, ну, плоховато идет, может быть вот так вот, начинает выплывать, видишь, вот эти вот срезы несовмещенные становятся, вот так, оп, там все уже хорошо, вытягиваем, только не спеши, он начинает вот так выезжать, хорошо, а потом вот так, мы с тобой что делаем дальше, все тут у нас великолепно хорошо, все на одинаковом уровне, ты говоришь, что тут шире, там уже, потому что вот здесь молнию мы же смещали, а здесь отсюда где-то сантиметры здесь, ну, 1,2, 1,2, так оно все одинаково, да, все одинаково, только чтобы у нас сейчас не увеличилась подкладка, не надо было нам ее подмассаживать, мы ее сейчас вот так в ровень к ткани вот этой вот будем ставить, видишь, вот этой, сейчас и вот эту в итоге тоже, сейчас буду смотреть как, так, что нам тогда делать, сейчас я посмотрю, что у нас тут подкладка, подкладка походу у нас растянулась, не выдержала на этих всех манипуляций, смотри, перед тем, как сейчас накалывать пояс, мы вот этот шок заутуженный фиксируем булавкой в обязательном порядке, так, зафиксировали положение, здесь вот мы вот так обрезаем, ну, вот эту махру тоже, так, и боковой шок, боковому шву, эти самые ленточки вы купили? так, вот так зафиксировали и смотрим, у нас же тут центры тоже же есть на нашей подкладке, да, центр юбки, вот у нас надсечка с центром подкладки, да, давай мы сейчас зафиксируем, вот, два, две надсечки мы совместили, и теперь теперь твоя задача вот эту подкладку придвинуть вплотную к срезу верхней юбки и наколоть, и сейчас здесь посмотрим, что нас ждет, потому что по идее мы должны были вот этот вот край аж вот так, сюда, да, формировать, чтобы получить вот этот вот припуск, который был, но будет мешать застегиваться молнией, поэтому ее лучше вот так, от, тут можно было подкладку тогда, или меньше припуски делать, или смещать, шов выпускать, но это целые математические просчеты, нет, ничего мы резать здесь не будем, нет, мы сейчас тут сделаем осознанно какую-то складочку, или припосадим, да, вот здесь вот так, я рекомендую вот так сделать, вот так вплотную хоть как-то скомпенсировать, зафиксируем это все булавкой, да, припосадим, давай припосадим, давай, вот, как припосаживать, да, распределяем эту фалдочку на две стороны, только смотри, вот это не растягивай, потому сейчас к поясу придем плавно, вот, давай накалывай по кругу, сейчас я тебе вот эту накалываю, здесь полегче, здесь не будет у тебя так таковой вот этой вот припосадке, потому что здесь молнии не будет мешать, подкладка, вот, вот так вот, и вплотную к верху вот так вот накалываем, давай. Вот наш пояс отформированный по вогнутой линии, мы вот так вот сейчас проверяли, давай сейчас еще раз покажу как, вот так вот, от края на один сантиметр, и вот так по вогнутой у нас получился 71 сантиметр, на ребро в обязательном порядке, 71, ну, мы там уже что-то обрезали, 2 сантиметра, да-да-да, ага, 69 сейчас у нас, ага, и вот наша талия 64, да, в талии 64 мы добавляем 1 сантиметр припуска с одной стороны, и плюс с другой стороны 4 сантиметра припуска, плюс 4, как раз ровно 69 и получается, вот, и нам нужно мы с тобой, еще раз посмотрю, к какой стороне мы прикладываем, ага, вот здесь у нас сантиметровый припуск, там где у нас молния встык идет, ну, вот этот край ткани встык к молнии, значит, здесь у нас один с тобой сантиметр, покажи, покажи, здесь один, лучше по лицу это делать, ну, по изнанке, потому что мы сейчас туда будем прикладывать, а здесь 4 сантиметра, да, вот так, и фактически вот это вот наши центры получились, да, а теперь мы вот эти два центра соединяем вот так и находим центр пояса, центр, там где будет второй боковой шов, опять соединяем, где боковой вот сейчас уже, вот эту часть вот так, да, совместили, и находим центр вот здесь вот так, два миллиметра, да, два миллиметра, и вот здесь вот так, да, чик, надсечка, а теперь берем и приставляем вот сюда вот к нашей юбке, да, мы накололи полностью, и ура, тут почаще надо накалывать, вот эти вот, потому что будет провисать, очень будет сейчас сложно накалывать, может не совпадать вот эти вот все срезы, уже у нас легкая припосадка с тобой была, здесь чуть-чуть побольше, чтобы устранить вот этот весь момент, да, вот эти давай тоже махры какие-то тут выбиваются, да, не важно, какое мы прикладываем, важно, там где не обметано, вот этой стороной, обметка эта будет у нас идти на лицо, смотри, вот здесь вот так, четко, вперед юбке у нас, вперед, а мы потом в другую сторону еще будем загибать и сострачивать, вот здесь вот так, да, вот этой вот, этой линией вот сюда, вплотную к нашему загибу, где молния, да, вот тут прям вплотную, видишь, вот линия, вот концовка, да, и начинаем вот так вот накалывать, уравнивая все вот эти срезы в обязательном порядке, да, и вот сюда, да, и теперь этот наш боковой, второй, да, третий даже надсечка получается, вот так, боковой, и теперь надсечка по центру юбки с надсечкой по центру пояса, ну, центр между центром, вот, только все три среза мы с тобой уравниваем, да, и там дальше накалываем, а потом переворачиваем вот сюда, и накалываем уже со стороны подкладки, где вот у нас она присоединена, да, вот так вот, то же самое все, усредняем, 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 оп, оп, да, оп, оп, да, это можно какую-то булавку брать, но тут лучше, чем больше будет булавок, тем лучше у тебя с первого раза все получится построчить, вот одну вставляешь, другую убираешь, да, или вот так вот сразу, практически у тебя все нет никакой посадки, можно вот так поставить, все, и дальше, дальше по кругу, по кругу накалываем, 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 вот смотри, вот мы накололи все, вот, да, все срезы уравнены, смотри, вот здесь что-то, что тут вышла подкладка, просто чаще надо накалывать, чаще, особенно с подкладкой, через каждый почти сантиметр у тебя должна стоять, а это что за складка с этой стороны, так, смотри, чтобы не было вот таких вот наплывов, что мы делаем, вот у нас наш центр, то же самое, вот это вот, так, раскалываем, и опять перераспределяем нашу посадку, вот видишь, вот оно, центр, вот, опять накалываем вот здесь саму подкладку, так вот, оно же потом такой складкой и будет сбоку, да, и теперь вот здесь что-то делаем, видишь, вот тут, и вот тут, как бы, в общем, между этими расстояниями мы делаем, это бок, а это середина юбки, так, и мы теперь вот так с тобой подтягиваем посерединке, чтобы здесь легкая припосадка была, и здесь была легкая припосадка, и мы ее вот так фиксируем булавками, совмещаем все три среза, а теперь между вот этой булавкой и этой находим опять центр, вот, он уже беспосадочно практически все ложится, опять находим центр, закрепляем, и между каждым центром у тебя всегда будет находиться следующий центр, и вот таким образом мы всегда можем распределить всю косадку, вот, через каждый сантиметр у тебя в итоге получается. Так, здесь тоже самое. Ну вот, да, вот тут никакой у тебя посадки нету, в принципе. Складки. Ой, ну да, складки. А теперь мы вот сюда приставляем ровно на сантиметр. Смотри, каждый раз будешь делать такое движение, выправлять, чтобы ничего лишнего мы не загнули. И смотри, пожалуйста, чтобы... Так, намотали на пальчик, и здесь ровно на сантиметр от края. Намотали на палец и поехали. Так, теперь делаем закрепку. Очень аккуратно. Здесь очень большой объем, ну, как бы толстота, много припуска сразу. Вот так, чтобы не насадить, не сделать припосадку, защипы с одной и с другой стороны. Мы тут тоже можем с тобой поставить... Что я делаю? Не то делаю. Подожди, не то делаю. Это середина иголки. Вот, можно 4 мм стежок поставить вот здесь, потому что у нас еще одна строчка будет по поясу. Тут две строчки будут. Просто легче строчить, легче припосаживать, легче еще что-то делать. Так вот, да? Вот, и здесь, когда строчишь, смотришь, чтобы все срезы были ровно по сантиметре. И опять вот так выправляешь, вот это движение, вот так рукой выправляешь. Все, едешь спокойненько по булавочкам. Все отлично, все великолепно, все хорошо. Там, где ты закрепку сделала, вот под корень обрезаешь. Потом вытащишь все булавки. Хорошо. Вот тут опять такое движение. А, еще вот так. Проходишь пальчиком, просмотришь, чтобы там не было никаких складочек. Вот так вот. О, это что-то тут выше накалывало. Потому что нам, когда выше накалываешь, очень удобно смотреть припуски. Вот тут. Я же под это подстраиваюсь. Сейчас я тебе пройду. Проверачиваем, распределяем. Вот здесь тоже можно распределять вот эту посадку. Когда начинает делать следующий стежок, иголка посерединке. Сейчас, опять начинает делать нитку. Так, давай до конца. Все великолепно. Что мы теперь делаем? У нас же здесь ровненько все было, да? Только при том, что это ровно было изначально. Раскроено, заутюжено. Но на всякий случай я вам рекомендую вот здесь вот. Ставить вот так булавку на раскол. Вот давай сейчас. Или тоже сюда подвигайся. И сразу же давай делать. Вот так. Раз. Раз. Да? Вот. На раскол. Вот здесь вот. Только чтобы она в один слой была. Это если у вас вдруг какая-то погрешность пошла. А теперь нам нужно его вот так завернуть. В данном случае у нас тут все ровно было. Поэтому мы просто уравниваем вот эти два среза нижних. Где обметанный край и не обметанный. Вот так вот мы его закалываем. И сейчас будем идти строчить. Мы сейчас завершаем концы нашего пояса. А здесь автоматом, видишь, на раскол идет. Ровно посерединке. Мы перепроверили. Здесь у нас все замечательно. И сейчас мы вот эту булавку убираем. Чтобы она нам там не мешала. И пойдем строчить ровно. Здесь все должно быть очень четко. Потому что иначе могут разные концы получиться. Здесь шире будет пояс. А там уже там, например. Так, другое мыло. Вот это вот. Намечаем. Здесь сантиметровая линия у нас должна быть. Сейчас мы это с тобой прострочим. И теперь с этой же стороны все то же самое. Давай сейчас тоже перепроверим. Вроде бы все ровно, хорошо. Можно здесь уже ничего не закалывать. Да, с другой стороны. Только здесь до миллиметра. Вот смотри. Вот здесь до миллиметра должно быть накалывать. Тут у тебя уже разница пошла. Здесь должно быть все четко в стык. И у тебя не на раскол. Не на раскол. Вот там пару миллиметров у тебя дальше. Видишь? То есть вот это сейчас сразу же не будет одинаковый потом с двух сторон вот этот вот пояс. Ну вот так с тобой накалываем. Уравнивая в данном случае вот эти вот все срезики. Да? Вот эти вот так. То есть тут вот потом в дальнейшем будет все лукаться то, что вот мы изначально могли где-то там какие-то погрешности сделать. И потом у нас в итоге пояс не одинаковый. Можно вот здесь еще вот так чуть-чуть зафиксировать, чтобы он не так сильно как-то выпадал, вылетал вот этот вот, да? Вот так вот. Вот так мы сейчас будем строчить. Сейчас мы еще заснимем это видео. Все, идем. Мы накололи. Мы идем на машинку. Ставим два с половиной миллиметра стежок. И начинаем напротив вот этой линии вот так вот строчить. Тут якобы должен быть сантиметр. Ну вот так, кстати, он так и есть. Почти сантиметр. Вот и есть. Намотали на пальчик ниточки. Сделали закрепку. Здесь очень важно не прострочить саму молнию. Сейчас посмотрю. Вроде не должна была захватить. Сейчас посмотрю. Даже миллиметрик еще даже есть. Видишь? Не вплотную сюда прошел. Такое ощущение было, что как будто уже вот... Можно еще миллиметрик пройти. Здесь лучше вплотную, иначе просто этот пояс будет слегка отставать. Ну, как бы, увеличенный такой вот будет. Ну, тут уже микрозакрепку какую-то делаете. Просто она на этих уплотнениях очень не любит машинка. Больше и больше и больше смещает. Хотя я ровно все закалывала. Ничего. Смотрим, что дальше там. Теперь выворачиваем. Вот я думаю, что не надо больше строчить, потому что он хуже, хуже будет. Достаточно. Теперь мы вот так выворачиваем. Вот так расправляем. В конце вот так вот. Прокатываем. В крайнем случае берем булавочку. Булавочкой вот так вот. Видите, можно даже сразу зафиксировать. Можно выметать кусочек. Ну, на самом деле, нам дальше там не надо. И вот этот конец, который у нас получился. Вот. Ну, сейчас я покажу дальше. Давай вторую мы прострочим. Да? А вторую лучше строчить по вот этой стороне. чтобы видеть, где конец был застроченной молнии. Мы же до конца сострачивали с тобой. Ну, тоже желательно было бы или мылом нарисовать. Или, вот видишь, вот мы должны точно вот в эту точку вот прийти. Видишь, вот. Поэтому я сейчас тебе вот так оставлю здесь вот эту булавку, но я ее уберу. И теперь мы поворачиваем вот в другую сторону. И вот так вот. И вот так начинаем сострачивать. Так, в другую сторону тоже берем. Хоть как-то наматываем на пальчик вот эту вот ниточку, чтобы она не так сильно там наматывалась. Да, под 45 градусов. И потом вот так вверх. Закрепочка. Все. От этого достаточно. Все вот это убираем. Вот эти вот. Все булавки. Уголок не срезаем? Срезаем. Да. Вот это убираем. Убираем. Нам тоже ничего не надо. Срезаем здесь где-то на 3 миллиметра. Вот так вот по кругу. Круглим сильно. Не срезайте. Можно, конечно, и ближе, но может посыпаться все. А еще вы можете случайно выдернуть булавкой кусок ткани. Это будет вообще печально. Так вот выворачиваем. Начинаем здесь его вот так вот прокатывать. Надо более толстую иголку брать. Даже не булавку. Цыганскую. Да, лучше даже цыганскую. Вот. Хороший угол. Здесь вот так вот. Вот это опускаем. Тут уже форму хорошо держит. Отлично. Все. Вот. И пока оставляем вот так вот. Паузу. Паузу. Вот. И теперь вот мы все накололи. И теперь мы этот припуск вверх, а этот внахлест. Да, вот так вот. Вот. И дальше что мы делаем? Тут сейчас ниточку подсрежем. Что-то она откуда-то выпала. Не нужна она нам. Да, вот этот вверх, а этот внахлест. И когда у нас верхняя часть вот так зафиксирована, наш приутюженный край вот очень-очень даже удобно. Как-то ее строчили вроде до конца. Все равно как-то. Тут же заклепочки у нас везде все идут. И фиксируем. И сверху вот так. А вот когда маленькая булавочка, мне некуда фиксировать. Она сейчас вот тут бы закончилась. Она мне для фиксажа не очень была. Вот. И вот так вот опять. Вверх и внахлест. Оп. И здесь как будто как слегка можно даже под... Ну, как расправляете. Не подтягиваете, а больше как расправляете. И через каждый где-то сантиметрик, полтора, у вас идет вот эта вот булавочка. Да? Вот так вот. Видишь, такое движение. Вот тут я пальцами придерживаю. И вот здесь, перед швом, после шва. Потому что строчить мы будем четко вот по этой линии. Хорошо? Вот это дальше донакалываешь. А с этой стороны мы делаем то же самое. Мы с тобой вот этот припост куда. Оп. Заворачиваем. Вот специально вот так. Оп. Поэтому нормально. Теперь вот эта должна быть до конца застрочена. Иначе у вас может не получиться. То есть все делайте как у нас на видео. Вот так вот. Раз. Оп. Все. И он теперь очень хорошо все видно. Оп. Здесь надо так вот. Может даже с лица. Здесь, да, плотненько, потому что сама ткань плотненькая. Накалываем с лица. Да, я просто ее там изнутри делаю, потому что можно будет потом перекалывать. Да? Накалываю перед швом, после шва. И теперь опять вот так вот, да? Оп. Оп. Этот вверх, этот вниз. Если тут не так сильно понятно, то можно там аналогичное видео посмотреть. Просто тут у нас юбка на подкладке полусолнца. А там может быть без подкладки потоньше ткань и легче может быть у меня будет получаться вот эта наколка. Ну, я, может, более подробно там могу рассказывать. Вот так. Вверх припуск. А этот вот так нахлёст. И теперь по кругу, по кругу, по кругу, где-то через каждый сантиметр-полтора у нас вот так с тобой идет наколка. Здесь уже ты наколола. Верхнюю можно убирать булавку. Хорошо? Ну, только после того, когда уже наколол. Опять вот так туда вверх припуск. Вот сюда. Вот так вот. Оп. Оп. Окей? Вот так вот. Да? Вот так вот. Заводим. Чтобы случайно вот эта подкладка не попала в нашу строчку. Да? Намотали. И начинаем строчить. Можно без закрепки, если вы боитесь, что вы можете не попасть. Мы потом эту часть за... Мы потом ее завяжем и вправим. Да? И вот там... Мы ставим четверку. Четыре миллиметра. Да? Вот здесь покажи. Четыре миллиметра в обязательном порядке. Здесь вот движение рукой вот так. Да? И здесь вот так. Да? И вот так вот. Чисто в раскол идем. Я вам предлагаю сейчас ехать без лапки... Ой, без педали. Вручную. Благо вы у меня худенькие. У вас маленький объем талии. Не сильно накачаете руку. Но это с первого раза будет точно хороший результат. Да? И вот так вот. Только смотри внимательно. Вот эта вот линия должна идти четко вот сюда. Здесь у тебя все темное. Поэтому можешь вот так вот по расколу себе наметить. Вот так мылом. Потому что вообще может ничего не видно. Тебе будет казаться, что ты правильно едешь. А в итоге ты будешь или заходить. Но поверьте, это самый легкий способ обработки. Когда вы делаете вот тут на 2-3 миллиметра делочную строчку, это еще сложнее. Вот. И вот так. Я-то могу и так проехать. А вам надо вот так вот. Вы же первый раз это делаете. Вот так. Хорошо? Мы единственное не поставили сюда с тобой вешалочки, которые я рекомендую делать. Смотрите. Вы когда кроите их, во-первых, они должны быть срезаны под 45 градусов, чтобы они тут же у вас в руках не распускались. И они должны быть, скажем так, ну максимум на сантиметр выше вашего пояса. Вот так. Ну или на 2 сантиметра в сложенном виде. Потому что мы ее когда складываем вот так вот, да. Ну вообще, конечно, вот эти вот ленточки ставятся до того, как заворачивается вторая часть пояса. Просто у нас их не было. Сейчас они у нас есть. Поэтому, чтобы все опять заново не распарывать, мы подпороли часть на боковом шве. И мы ставим вот так вот, вот эту вот булавочку. Вот. Четко на боковой шов. Я вот сейчас здесь поставила вот такие вот 2 меточки. Один сантиметр и второй сантиметр. Чтобы мне видеть, до какой черты мне вставлять вот эту вот ленточку. Сейчас еще раз попытаюсь. Может, там очень сложно. Лучше, конечно, это делать сразу. Вот так. Оп. А иголочку вставляем в подкладку? Нет. Я его просто там... В подкладку ничего не вставляю. Я просто протаскиваю. Вот. Я просто протаскиваю туда. Просто она тыкается, эта иголка. Мне крайне сложно ее надо вставить. Ну вот, как я ее делаю. Там в другом видео будет пошагово, как это делать. Просто вот у нас такой форс-мажор, что это мы делаем фактически в последний момент. Вот. Оп. И вот так вот мы его зажимаем. И теперь вот так вот фиксируем. Да? Вот. Все. И теперь надо будет здесь строчить. И мы с тобой все равно коррекцию будем делать. Ты что? Почему-то какие-то затяжки ниток. Что-то тут произошло непонятное. Ну вот в этом месте на боковом шве, видишь, где булавка? Здесь надо будет пройти вперед, назад и вперед. То есть сделать такую тройную, ну как обыкновенную закрепку. Сюда идешь, обратно и опять вперед, и опять пошла дальше, дальше, дальше. Да? Мы сейчас вот это вот под корень обрезаем. И вставляем теперь вот в эту часть. Я рекомендую делать у нас молния на подкладке, да? Не вот в эту часть, которая впритык идет молния. Вот в эту вот вторую мы сгибаем, да? Изнанка к изнанке, если она видна. Ленточку я рекомендую вот такую брать. Не широкую. Лучше 0,5, чем сантиметр. Но если цвет не нашли 0,5, ну берите туда сантиметр. Ничего плохого в этом нет. Да? Вот так вот я ее фиксирую. И опять же вот так вот рисую. Один сантиметр, второй сантиметр. Ну, чтобы точно было, чтобы они были одинаковыми. И вот так вот сюда вот завожу. И вот так вот фиксирую. Да? Вот она там стоит. Да? Вот так вот. Выкалываю, выкалываю. Все. Теперь можно строчить. Да? Так как мы до этого сейчас строчили, ровно вот в раскол между вот этими двумя швами. В принципе, вот эти нитки все можно в принципе обрезать под корень. Потому что мы еще раз будем строчить эту же строчку. Правда? Вот где найдешь там вот сейчас, ну, вот тут, наверное, не стоит их обрезать. Потому что мы здесь завяжем и вправим. Да? Здесь тоже. Вот потом сейчас четыре нитки. Да? И вот так по кругу, по кругу. Здесь просто закрепочку делаешь. И здесь. Да? Можешь даже, знаешь, как сделать здесь. Вот доходишь до конца, разворачиваешься, идешь вперед. Вот сюда. И тут делаешь закрепку. Ну, тоже. Почему нет? Вот я сейчас тебе еще раз закрепляю, чтобы оно никуда, ничего не делось. Да? Ничего у тебя не переехало. Нет. Вот это же у нас, видишь, сейчас не зафиксировано, а мы-то под пароли. Вот это я сейчас кончик пытаюсь забрать. Угу. Все. Хорошо. Давай. Можно четверочкой. Смотри, мы с тобой пробиваем сейчас петлю. Вот наша пуговичка, да? Вот якобы по всем там технологиям мы должны вот в упрощенном варианте, вот измеряем 2 сантиметра, вот сколько диаметр пуговицы, столько мы якобы должны откладывать от края. Но смотри, какая будет ситуация. Вот мы ставим вот на это место якобы, да? Сейчас я вот так проведу эту линию. И смотри, если мы вот отсюда пробиваем петлю, то как-то очень много места конца вот этого вот пояса. Он может задираться немножко. Поэтому я рекомендую довести так, чтобы эта пуговица на 0,5 не доходила до края. А если была бы отделочная строчка, то она не должна доходить до строчки, да? Там на пару миллиметров хотя бы. Вот. И вот у нас с тобой на 0,5. А уины делали? А то же самое и уины делали. То же самое. Смотри, я сейчас буду измерять от первых вот этих вот дырочек. Вот у нас с тобой здесь 1,3. Значит, на 1,3 мы с тобой отступаем от края пояса. Вот. И от этой первой точки откладываем петлю вот сюда. То есть вот так мы будем от вот этой линии до вот этой линии строчить. Сейчас прямо вот будем вбирать обмётную петлю. То есть отсюда до сюда. А между ними 2 сантиметра. Да. И мы сейчас будем ставить нашу лапку и строчить. Теперь пауза. Установлено. Холостую мы уже сделали отдельную петлю. Теперь показываю вот сюда. После каждой петли мы делаем сброс. Обратно. И обратно сюда устанавливаем. Больше все остальное мы не сбиваем. Тут как мы устанавливались, так и все и стоит дальше. Теперь вот намеченная наша петелька. Вот это первая линия, а вот это вторая линия. А давай еще вкратце все-таки расскажу, что мы поставили другую лапку, которая у нас петельная. Я сейчас буду показывать именно как можно без вставленной вот сюда пуговички обмётывать петлю. Я в последнее время вообще никогда туда не ставлю пуговицу, потому что она увеличивает длину петли на 5 миллиметров. Мне это точно не надо. Максимум 1-2 миллиметра еще можно увеличить, но точно не на 0,5. Она просто будет больше, чем нам надо. И вот сейчас я покажу, как это сделать без пуговички. Значит, вот здесь по настройкам, вот здесь петля, вот здесь по серединке, здесь крайнее положение максимального зигзага. Или в крайнем случае смотрите по инструкции на вашей машинке. Теперь мы ставим вот сюда, просто мы перед этим снимали, что-то у нас не записалось в видео. Мы сначала попробовали холостой ход на кусочки, который точно повторяет ширину, толщину нашего пояса. Мы когда обрезали, снаравливали, у нас остался кусочек, на котором мы сейчас попробовали. Вот. И мы сейчас чуть-чуть обтрусился. Я сейчас вот так вот намечаю еще получше вот эту вот петельку. И поднимаю чуть повыше лапку, дохожу до вот этого края. Здесь крайне важно смотреть, даже не настолько важна линия белая, по которым надо будет идти, ну вот длина. А начало петли, вот видишь, вот так вот, что мы четко туда проходим. И одинаковое расстояние между лапкой и концом пояса, между лапкой и концом, ну с другой стороны пояса. И вот эти вот расстояния вот тут вот, с двух сторон. Видишь, вот эти вот. То есть мы вот так вот формируем, чтобы оно вот ровненько лежало. Желательно опять же взять вот эти две ниточки. Что-то второе не могу найти. Ну хотя бы одна, которая тоже будет хорошо. Где-то она куда-то убежала. Ну ладно, начинаем строчить, да. Делаем, вот она сначала сделает закрепочку и идет уже вот туда, да. Здесь рекомендую помогать ей идти, потому что здесь очень толсто. Здесь у нас вывернутые. Сейчас спрашиваешь, да, она стандартно сначала делает закрепку спереди, потом она пройдет дальше, в конце сделает закрепку, и потом повернет сюда, и здесь в конце тоже опять же сделает закрепку. Как идет стандартная петля. Но вот тут надо будет немножко помогать, она может долго стоять на одном месте. Ну тут очень все плотное. Вообще как бы такого уровня толщина ткани лучше на производственных машинках, которые пробивают петли, лучше пробивают. Ну мы сейчас справимся точно и с этим. Вот она начинает пиццать. Вот она великолепно сама идет, все-таки я чуть-чуть ей помогаю. Вот тут толстовато и очень сложно проходить. Вот мы дошли до второй стороны. Теперь я вот сюда опускай. Ага, вот тут сейчас буду делать щелк. Видите, вот тут петелька нарисована. Вот она. И я сейчас вперед ее нажимаю. Оп, щелк. Теперь она будет делать закрепку и пойдет вперед. Что-то как-то она сделала ее не очень почему-то. Так, ну ладно. Я только два раза переплюла. Как же мне сделать ее? Ой, это надо либо еще раз. О, в данном случае вот у нас она плохо закрепилась с той стороны. Будем два раза на одном месте делать петлю. Ну, это сложно делать, но вот в данном случае хорошо, что вот не получилось. Сейчас мы покажем, как вот, если вдруг не получится делать. И все, она теперь идет вперед спокойненько. Видите, приходится еще чуть-чуть подбегать. Да, дошли до сюда. Вот она сделала закрепку. И поскольку она плохо закрепила в конце, мы сейчас с тобой тут же будем делать вторую петлю на ней. Вот не так, как у тебя и она получилась, а вот с моментом. Смотри, вот теперь делаем сброс. Но обязательно в верхнем положении иглы. То есть иголка вверху. Все. Теперь она пойдет делать новую петлю. Видишь, вот. И я сейчас буду идти смотреть, чтобы четко по линии, которые она первую делала. Потому что я же буду потом разрезать. Я же могу потом разрезать уже вот ту линию, по которой я нашла. Вот это крайне сложно, но смотрите, чтобы у вас это все получилось. То есть второй раз строчить по еще раз тому же месту петли очень сложно. Видишь? Ну, будет видео на более светло. Но тут просто вы уже столкнулись с теми моментами, которых можем с другими девочками на габардине не столкнуться. И теперь вот тут опять делаем вот этот вот щелк вперед. Оп. И она тут хорошо. И она идет теперь вперед спокойно. Она назад шла. Упрет. Все. Я теперь спокойно закрою петлю. На всю жизнь этой юбки. Ну, раз пять-шесть. Все. Вбок. Да? И теперь просматриваем. Ну, все хорошо. И можно смело обрезать ниточки под корень. Только что-то у нас нижняя какая-то светлая нитка. Нет? Ну, она, в общем-то, нам подходит. Ну, какая-то тут темная, а там что-то светлая. Может, это была другая шпурка. Ну, ладно. Уже прострочили. Тем более два раза. Можно, конечно, распарывать. Ну, нормально. Это я просто докапываюсь уже. Ну, все. Вот смотри, что мы дальше делаем. Мы берем, вонзаем, вот давай вот так вот, вонзаем наши режики, да? Вот сюда вот в край петли. Или ножницы тоненькими краями, остренькими. И вот так вот разрезаем. По серединке. Обязательно заснимем, как это делать на габардини, будет виднее. Здесь практически ничего не видно. Да? Вот мы ее разрезали. Что ты говорила, дублерин белый? Ну, или черный тоже бы ничего. Но, да. У нас просто мы оставили белый дублерин, потому что здесь много беленьких вот таких ворсинок. Можно было. А вот урины мы сейчас делали, хорошо, что взяли серый дублерин, понимаешь? Они белые, не черные. Оно бы очень сильно видно было бы. Вот. А потом делаем вот такое вот движение, вытрепываем ее обязательно в ту сторону. Вот сюда же у нас будут входить наши пуговицы, да? И мы вот так вытрепываем. И вот так вот убираем вот эти вот ниточки. Поднимаем их специально. Вот это вот все. И вот так состригаем. Но только смотрите, нитки не состригите. Вдруг, если где-то они там вылезли. Ну, самой петли я имею в виду. Вот. Все. Теперь у нас будет чистенькая, хорошая петелька. Никогда, никакая просто так нитка не будет торчать и висеть. Ну, тут, в общем-то, у нас тут особо и не было. Ну, в других случаях бывает прям целый ворох их там вылазит. Ну, вот, все. Наша петля готова. Можно пришивать пуговицы. Вот у нас с тобой молния. Все мы там прострочили. Да? Вот я специально ее расстегиваю и застегиваю. Да? Ставим вот этот пояс. Смотрим, что у нас идеально одинаковой длины. Все хорошо. И теперь, что я делаю? Вот так вот продеваю вот сюда вот иголочкой. Ставлю ее в кончик нашей петли. Да? Вот, которая вот с этого края. Да? И продеваю. А перед этим мы сделали узелок. Вот он. Да? И узелок я рекомендую ставить с лица. Мы его спрячем под пуговицей. Мне надо, чтобы с этой стороны было очень красиво. Обязательно еще видео на габардини снимем. Ну, или на какой-то другой ткани. И вот это у нас петля. Но я тебе рекомендую, сейчас я буду снизу вот сюда дальше выводить. На 2 мм якобы уменьшая ткань, уменьшая талию. Вот сюда я увеличиваю талию, а вот тут уменьшаю. И мы будем пришивать с тобой где-то за 2 максимум миллиметра. Вот я отсюда отхожу максимум на 2 мм. Или за 1, на 1 или на 2. Да? И ставлю нашу пуговицу. Теперь смотрите, есть у вас 2 или 4 дырочки. Как их лучше пришивать? Пришивать нужно так, чтобы они были параллельно петле. То есть, чтобы они меньше перетирались. То есть, вот так пришивать. Не вот так вот. Тогда все 4 нитки будут перетираться. Да? А нужно вот так пришивать. Параллельно петле. Вот как вот она стоит, параллельно петле. Ну вот мы сейчас с тобой покажем. Вот. И вот так. Вкалываем в одну, вкалываем в другую. И мы будем на самом деле пришивать все в одну точку. Да? Потом тут такой будет. Все желательно в одну. Даже несмотря на то, что у нас якобы такая меланжевая ткань. Что якобы там ничего не видно. Не надо мне там снежинки делать. И все остальное. А мы все равно в один маленький прямоугольничек. Видишь? Формируем. И мы будем делать без ножки. Потому что нам нужна четкая посадка пояса на талии. А здесь я все время переворачиваю. И смотрю, как вот с этой стороны очень плохо видно. Уже действительно все сливается. Но это не повод делать снежинки здесь. Да? Я знаю. У вас. Так. И опять вот сюда. Тут в каждую из дырочек мы будем заходить минимум по 4 раза. А лучше 5-6. Чтобы прочно было. Чтобы на всю жизнь нашей юбке была пришита эта пуговица. Да? Это же класс. И вот так вот. Опять. В пальтовой одежде, в пиджаках, в жаке. В пакетах мы будем, скорее всего, ну, будем в обязательном порядке делать ножку на пуговице. Я покажу как. А здесь не надо. Здесь нам нужна четкая посадка на талии пояса. Ну, чтобы не больше, не меньше было. Нам же удобно, комфортно так будет. Мы же проверяли нашу талию. Вот тоже, видишь, с одной стороны в другую. Вот сюда только вот и захожу. Ну, вот сюда. Вот. Видишь? В крайнем случае, там стоп делайте на видео, чтобы кто увидит. И вот так. Оп. И теперь вы эту, да? Минимум по 4, по 5 раз в каждую из дырочек. А там квадратик должен быть по идее наизнанке, да? Квадратик? Да. Нет, у нас здесь прямоугольничек. У нас черточка вот такая. Черточка. Черточка? Не надо никаких квадратиков. Я же тебе говорю, я вот калываю в одну и во вторую. Больше я никуда не вкалываю. Вот. Два прокола. А там же 4 дырки. Ну, что? Да хоть 6. 6 я не встречала. Ничего не знаю. У вас не должно быть ни снежинок, ни бабочек, ничего. А все в одну точку. Ну, как? Точка может быть от 1 до 2 миллиметров. Даже 3 не надо миллиметров делать. Не понимаю. Да? Вот. В принципе. Еще в общем. Тут надо одно. Я просто сдвигаю его, вы манипулируете. А, я поняла. Проколами. Это все можно сдвинуть. Очень легко. Раз, она тебе и сдвинулась. Угу. Сметила. Не, не, не туда. Не туда. Сейчас, сейчас. Просто на него. Сметила. Ну, нормально. Нормально. Сейчас я тебя кушу. Дошаманю. Вот. А теперь мы ее вот натягиваем. Каждый раз натягиваем, чтобы не было вот перекрутов каких-то воздушных. Ни, ни. Вот. Да? Видишь там? Ровно маленький прямоугольничек. А теперь, что мы делаем? Как завершаем. Берем за ниточки, там, где мы сейчас пришивали нашу петлю. И мы с тобой. И мы вот так вот ее протаскиваем. Вот сейчас вот так. Вот. Вот сейчас вот так. Посмотри. Я вроде не сильно затягивала. Просто ткань рыхлая. Вот для чего нужна тонкая иголка? Ну, вот тут на самом деле тонкая у меня уже поломалась бы. Вот. Мы взяли. И теперь мы наматываем вот так. Три-четыре раза. А потом аккуратненько вот так вот сводим. Посмотрите, чтобы она сейчас у вас не запуталась. Да? Так. Протягиваем. Вот. Расслабляете ее. И потом зажимаете. Да? Зажимаете. Я не рекомендую сейчас обрезать под корень. А протаскиваем всегда в конце между тканями. Так, чтобы не было видно. Угу. Все. А вот теперь обрезаем. Под корень. Вот теперь обрезаем. И мы наконец-таки меряем с тобой нашу юбку. Вот у нас юбка полусолнца на подкладке. Мы сейчас будем вместе оснаравливать. Вот видите, тут даже вот самая косая часть подкладки вот так всегда будет выпадать. Видишь? Она даже, она потому что тоньше и рыхлее, поэтому она вот так выпадает. И сейчас мы будем ровнять юбку по вот этим вот боковым швам, которые выше всего. Мы где-то порядка двух-трех сантиметров будем срезать. Это все рыхлые ткани. Вот где угол 45 градусов идет, там больше всего идет провиса. Вот в этом вот месте. Да? И мы опускаемся на пол. И смотрим на юбку вот в таком положении. Вот допускайся полностью. И будем сейчас смотреть. Можно, конечно, в данном случае здесь обрезать под прямой угол, намечать вот такие пунктирные линии. Но, например, на шифоне я не рекомендую этого делать. Или на какой-то очень рыхлой ткани. Потому что вы положите шифон на стол, и там будет вот такая вот линия. Вы начинаете опять ее ровнять. В итоге вы снимаете очень много длины. А так вы сразу шифон и любую очень рыхлую ткань сразу обрезаете. Как обычно, тебе дать подержать дверьку? Нет. Не надо? Нормально? Если вдруг будет кужиться голова, ты мне проговоришь. Нет, я нормально. Я вешу в гамаках на йоге. Это хорошо. Это хорошо. Ага. Надо вот так голову держать. Вот это дверь засними и вот так. Ну, сейчас, если будет все видно, я вот так вот сейчас буду. Может, на сзади сейчас. Тут даже и выше. И я вот смотри, сделаю вот такие вот надсечки. Оп. А потом буду эти линии вот так вот соединять. Вот на шифоне я не нашла другого выхода, нежели чем вот так, как я сейчас показываю. Вот. И, в принципе, можно будет сейчас вот так вот плавно сводить вот эти точки. А подкладку, вот которую мы вровень отрежем с нашей юбкой, мы потом будем ее уменьшать на столе. Потому что не будем. Вот. А теперь, видишь, вот эти надсечки, надсекулины, я их плавно вот так вот свожу. Вот к этим точкам. Да? Вот и все. И сразу же буду обрезать подкладку, убирать вот вот эти вот все провисы, которые здесь формируются на подкладке. Это один из самых лучших способов. Единственное, конечно, я иногда подкладываю под коленки себе эти самые, в данном случае, тапки, ну, покрывала какой-нибудь, чтобы не так жестко было. У нас должны быть очень хорошие ножницы. Хорошо, мы быстро все обрежем. Проверяем, чтобы одинаковые бока были. Ну, полусолнце легче обрезать, чем солнце, просто потому, что я его уменьшил в два раза. Видишь, микродвижение и по-другому. То есть надо, чтобы клиент стоял ровно. Ну, понятно, что тебе все, что там интересно. Но оно моментально меняется все. Сложно, конечно, так резать, но это сразу стопроцентный результат. Главное, чтобы у вас глаза не покатило. Вот мы сноровили нашу юбку. И у нас подкладка четко была вровень по низу верхней юбки. Теперь мы, что мы делаем? Давай вывернем и посмотрим. Изделие она на одном уровне. Потому что, скорее всего, по боковым она может быть выше. Видишь? Выше по боковым. Видишь? Да. Но на тебе она может... Ага. Вот где угол 45 градусов, она прилегает вместе с основной тканью. Видишь? Вот. А вот здесь на боковых она у нас отходит. То есть нам нужно тогда, где под 45 градусов по центру переда или зада снимать чуть-чуть больше. Видишь? Вот на этом боковом она отходит. Нужно быть она как-то одинаково. Криво же везде. И вот примеряем вот так вот. До низа у нас 2,5 сантиметра с одного бока. Ну, где-то столько же и здесь. Ну, тут где-то 2. Здесь 2. Здесь, наверное, за счет молнии чуть-чуть она. Ну, в общем-то, ты здесь 2. Видишь? То есть тоже здесь 2. А вот здесь минусом 2, а здесь у нас до низа юбки идет. По центру. Тогда мы что с тобой делаем? Я тебе ее предлагаю вот так вот вывернуть. Да? Сейчас мы сколем с тобой. Вот так вот, да? Повнизу. Вот так вот. Скалываем, совмещая вот эти все срезы. У нас с тобой минус уже идет на боковых 2 сантиметра. Нам нужно вот эту разницу всю. Здесь я рекомендую совмещать вот эти вот срезы. Потому что на тебе было все равно. Тут может быть чуть-чуть. Этот уголочек выпадает, он может выпадать. Может просто в больший размер возьми, чуть повыше встань. Просто можно плохо быть видно. Вот тут мне надо скорректировать. Здесь прям явно такой выпад идет. А здесь вот оно само по себе вот так очень хорошо ложится. И здесь мы сейчас с тобой не будем смотреть какие-то моменты, что оно там выпадает. Ну-ка сейчас когда уже будем рисовать линию саму. И сейчас тут уравниваю вот эти вот все срезы. Здесь явный только вот этот выпад был, вот этот вот. А все остальное, вот как ложится, мы просто будем относительно низа одинаково снимать. Берем ламейку. Вот здесь у нас уже 2 сантиметра. Я тебе рекомендую на 3 сантиметра от низа, чтобы была разница между верхней юбкой и нижней юбкой. Вот, 3. Значит, мы здесь с тобой должны снять ровно сантиметр. Здесь уже 2 срезано, да? И сантиметр мы снимаем. Значит, здесь у нас вровень с тобой. Если здесь минус 1, значит здесь минус 3. Да? Правильно? Да. Вот, и плавно-плавно вот сюда ее вот так сводим. Вот здесь 3. В крайнем случае мы сейчас срежем и посмотрим. Здесь тоже подумаем, что вот так 3. А вот сюда вот так плавно-плавно-плавно сводить вот сюда. То же самое и здесь. Здесь у нас с тобой 3 сантиметра. Посмотрите, по косой он будет резать, но намечаться мне чуть-чуть по-русому. Вот, а вот сюда уже вот так плавно-плавно-плавно-плавно вот так сводить. И берем и режем сразу. Можете там больше пунктира навести, чтобы вам более точная линия. Обязательно в порядке вы должны их сколоть. Иначе вот оно, видишь, оно все живое. Тут 45 градусов очень хорошо виден. И тут сложно будет очень вам резать. Видишь, сколько я тут не уравнивала, он начинает выпадать вот здесь. Вот эта часть. И тебе будет домашнее задание. В следующий раз нам надо эту пункту идти и прострочить подкладку. Нижнюю юбку ты сейчас сама подошьешь. Я тебе покажу. Все, теперь давай выворачиваем эту юбку. И снимай дальше. Поворачиваем и смотрим. Чтобы оно было примерно... Сейчас я тебе расскажу, про что я говорю. Вот смотри, видишь, у нас тут что-то выпадает. Не смотри на это, потому что на тебе было четко ровно. Потому что сзади у нас поповые пуклы, а спереди у нас плоский животик. Тут баланс чисто твой, исключительно твой. И под крой, и под присоединение пояса, под все остальное. Вот, мы сейчас просто смотрим с тобой, чтобы одинаково, примерно одинаково была подкладка. Ага, вот тут вот еще, видишь, выпадает. Можно даже ее... Вот так вот. Если я ее вот так вот держу, вот так, и вот так вот настилаю. Слушай, здесь получается чуть больше она выпадает. Ну, опять же, на тебе она может совершенно по-другому быть. А вот здесь вот чуть-чуть больше выпадает. Либо можно на это не заморачиваться. Но я думаю, что вот здесь чуть-чуть нам надо с тобой подснять. Буквально чуть-чуть. Вот так крыло как-то легло. И так же само. Конечно, прямую юбку на подкладке мы будем совершенно другим образом обрабатывать. Видишь, это не относительно другой стороны. Ну, в общем, здесь оставляем. Хорошо? Угу. Все, сейчас идем обметывать наверху. И желательно, чтобы у тебя вот здесь темно-синяя нитка шла. Но здесь, конечно, лучше бы черная. Ну, поскольку ты это уже наверхом обрабатывала темно-синим, видишь, как оно контрастирует. Надо, чтобы все-таки здесь черный наверх был. Но сейчас уже поздно. Потому что мы здесь будем либо, вот сейчас я подумаю, как. Либо на эту сторону, либо на ту. Но нам нужно с тобой вот что сделать. Зафиксировать вот эти вот припуски, когда мы будем обметывать. Чтобы мы сейчас не заутюжили там что-то там. Ну, в общем, не протачили. В обязательном порядке мы перед оверлоком обметыванием низа вот это фиксируем. И на подкладке, и на верхе. Потому что вот то, что мы сейчас снимали коррекция по низу подкладки. На тебе-то я вровень обрезала все. Понимаешь? Там только по боковым оно не доставало. А так подкладка по переду и по заду, она ровно была стык срезана. Поэтому на тебе она может идеально ровно подкладкой лежать. А на столе может как-то слегка коситься. Все, идем на оверлок. Мы заправили. И мы сейчас будем с тобой начинать. С лица, не с изнанки основной ткани, а с лица. Видишь, здесь слегка вот такая выпуклая линия. Вот. Слегка. Это же ведь не шифон. Значит, мы вот тут чуть-чуть, пару миллиметров можем чуть подснять. В шифоне так нельзя будет делать. Потому что там вот оно как выпало, значит столько и выпало. А это менее рыхлая ткань. Поэтому мы отходим где-то на 10 сантиметров от бокового. И начинаем потом по кругу завершим. Просто никогда с боковых не начинайте обмерзывать. Я просто убираю вот это вот. Видишь, кусочек. Просто можно убрать лавку. Просто она сильно близко стоит. Просто вровень по кругу, по кругу. Когда обметываем, смотрим, чтобы этот край был вплотную к ножу. Да? Как мы вот тогда. Здесь коррекцию легкую делаешь. Смотри, чтобы наша подкладка нигде нам тут не попала. Ни под ножик. Ее туда прячешь, убираешь. Чуть-чуть усердняешь. Ничего не тянешь. Вот так, как мы боковые швы строчили. А вот в скайпе мы когда с тобой будем, если будем заниматься, то же самое я-то делаю вместе с тобой. Ты такое же изделие, и я такое же изделие шью. Тоже, верьте, каждый узел показывает чего-то, как делать. Здесь по булавкам. Видишь, зато получилось сразу утюжку. Вот красота и чистота обработки. Все время блюди, чтобы вот эта подкладка здесь в никаком случае сюда не попала. Видишь, легкий выпад. Видно? Можно было это на столе выровнять. Я собиралась садиться за верлок, поэтому я это не выровнялась. А так тебе, конечно, надо это ровнять. И вот этот вот оверлок, который мы сейчас уже по кругу дошли, мы с тобой вот так обрезаем. Сейчас частично находим, а потом вбок идем. Ничего не тянем. Кончиками заправляем. То же самое делаем по подкладке. Мы же тут лицо, а мы должны же тоже по лицу строчить. Вот здесь, в данном случае, здесь у нас лицо. Сейчас посмотрим, как это возьмут еще. Здесь тоже может быть микрокоррекция. Давайте еще уберем. Здесь уже точно не должна попасть наша основная ткань. Микроуглы такие какие-то я снимаю. Здесь смотри, аккуратно, не тяни, чтобы этот шов не распоролся. Этот шов, он в разутюжку идет. Здесь очень аккуратно надо идти. Потому что либо там нужно было дополнительно сделать закрепку после обрезки. Либо очень аккуратно так пройтись. Сразу уберем булавки, чтобы они не потерялись. Посмотрю, если не затягивает, все хорошо. Потому что если затягивает, то можно было сделать манипуляцию. Ну, это в следующий раз. На таком-то видео, если вдруг такое будет, если будет затягивать вот этот шов, то я покажу. Видите, что я расправила и обрезаем под корень. Вот этот круговой. Оставляем. Теперь эти ниточки заправляем, наметываем с тобой. Здесь можно... Ну, здесь мы обязаны с тобой строчить на машинку. На машинке в обязательном порядке. Здесь особо вручную не поподшиваешь, да оно никому не надо. Единственный момент, в какую сторону мы можем и в эту загибать, а можем и в ту. Но я думаю, раз мы уже здесь поставили не к телу припуски, а к внутренней части юбки, к изнанке юбки, то туда давай вот так. Вот на сантиметрик мы будем с тобой вот так вот наметывать. Потом на машинке прострочим, да. А вот эту мы с тобой наметаем сейчас. И вручную как раз это домашнее задание будет под шеей. Мы как бы оставляем нашу с тобой длину, да. Мы можем там, вот здесь смотри, где вот эти припуски, надо по 2-3 раза на одном месте наметывать, чтобы зафиксировать. И потом здесь я думаю где-то вот так вот на 0,7. В итоге чуть-чуть на 1 мм дальше от верлока, где-то 0,8 вот так вот наметывать. Видно? Ну, мы сейчас с тобой начнем, сейчас покажем. Частично наметала, только вот этот кусочек нам надо вправить. Что мы, мы заправляем оверлок вот так вот под ниточками, да, сантиметра 2. И потом в большое ушко заправляем так оверлок. Только не до конца втаскивать, а то не протащите. Все. Вот мы тут просунули и обрезаем под корень. Все, теперь навсегда зафиксированный, зафиксировался наш верлок и спрятан. А вот сейчас мы будем подшивать без напуска. Смотри, у тебя очень слабо наметанный, видишь, он отходит вот так. Надо не слабо и не туго. Я специально так сгоняю, чтобы он сейчас, смотри, я когда вот так буду делать, он дальше сам. Видишь? Прилегает, уже нет такого отставания, видишь? Да. Плотненько. Не слабо и не туго. Так, где-то была наша нитка с волком. Это я ее уже делала. Паузу поставь. В данном случае нам можно сделать с тобой узелок. И лучше начинать вот с этих вот боковых. Что мы делаем? Мы берем и присоединяем припуск к припуску на боковом шве. Такими стежками косыми, чтобы зафиксировать один и другой припуск. Просто. Это мы делать будем практически всегда в каждой юбке, в каждом платье, в брюках, если мы будем подшивать вручную. Вот. Присоединили. Только не насквозь, чтобы оно с лица не было видно. А потом дальше мы делаем такой момент. Берем вот так. Идем вбок. Не напротив вот этой ниточки вот сюда, а чуть-чуть вбок. Потому что у нас оверлок имеет такое вот почти под 45 градусов направление вот этой вот нитки. Видишь? Да. Мы берем вот здесь вот так. За одну ниточку. Не за одну, не за две, не за три. А за одну. Ой, не за две, не за три, а за одну. Да? И вот так вбок. И каждый вот этот шовчик у тебя где-то через 05-0705-0705, но не больше. И вот так вбок подшиваешь. Опять вот так берешь за ниточку. Вот так. Где тут просто... На том же месте, где выпустила нитку. Да, вот, вот она. Вот сюда чуть-чуть вбок. Не ровно, а по серединке так будешь пересекать. Так ты будешь наметывать, ой, будешь подшивать, даже не будет видно, что вообще тут что-то делать. У тебя вот нитка на нитку будет закладываться, вообще ничего не будет видно. Вот тебе единственный здесь момент, сложно будет найти нитку. Здесь такое ворсовое переплетение, что практически, ну, вот видишь, это пышок был. Тебе надо взять за ниточку, которая не вылезет. Вот. Плотное переплетение, рыхлая ткань. Вот, видишь, вот. Теперь 05-0705. Ну, в крайнем случае, не больше, чем сантиметр. Вот, видишь, ты просто иголкой вот так далеко не заходи, а заходи на маленькое расстояние. И не до самого края, а где-то вот тут в районе верлока. Лучше, конечно, по одной из линей идти, по первым двум вот этим строчкам верлока. Вот частично, ну, в частности, вот тут по второй, да? И вот так вот, да. И опять одну ниточку и вбок. Вот это твое домашнее задание. По кругу ты это все отшиваешь. Потом мы здесь с тобой приутюжим. Если останутся следы от наметки, то потом еще наметку. То есть ни в коем случае нельзя снимать наметку. Мы сначала наметали, потом подшили, потом приутюжили, а только потом сняли наметку. Ну, приутюжили и остудили. Хорошо? То есть на следующий раз ты еще это запишем. Все, давай. А вот сейчас мы будем подшивать без напуска. Смотри, у тебя очень слабо наметано. Видишь, он отходит вот так. Надо не слабо и не туго. Я специально так сгоняю, чтобы он сейчас... Смотри, я когда вот так буду делать, он дальше сам. Видишь, прилегает. Уже нет такого отставания. Видишь? Да. Плотненько. Не слабо и не туго. Так, где-то была наша нитка с уголком. Вот я ее уже делаю. Пауну поставь. В данном случае нам можно сделать с тобой узелок. И лучше начинать вот с этих вот боковых. Что мы делаем? Мы берем и присоединяем припуск к припуску на боковом шве. Такими стежками косыми, чтобы зафиксировать один и другой припуск. Просто. Это мы делать будем практически всегда в каждой юбке, в каждом платье, в рюбках, если мы будем подшивать вручную. Вот, присоединили, только не насквозь, чтобы оно с лица не было видно. А потом дальше мы делаем такой момент. Берем вот так, идем вбок. Не напротив вот этой ниточки вот сюда, а чуть-чуть вбок. Потому что у нас оверлок имеет такое вот почти под 45 градусов направление вот этой вот нитки. Видишь? Да. И берем вот здесь вот так. За одну ниточку. Не за одну, не за две, не за три. А за одну, ну, не за две, не за три, а за одну, да? И вот так вбок. И каждый вот этот шовчик у тебя где-то через 05-0705-0705, ну, не больше. И вот так вбок подшиваешь. Опять вот так берешь за ниточку. Вот так. Где тут просто... На том же месте, где выпустила нитку. Да, вот, вот она. Вот сюда чуть вбок. И ровно посерединке так будешь пересекать. Так ты будешь наметы, ой, будешь подшивать, даже не будет видно, что вообще тут что-то делала. У тебя вот нитка на нитку будет закладываться, вообще ничего не будет видно. Вот тебе единственный здесь момент, сложно будет найти нитку. Здесь такое ворсовое переплетение, что практически, ну, вот, видишь, это пушок был. Тебе надо взять за ниточку, которая не вылезет. Вот. Ну, плотное переплетение, рыхлая ткань. Вот, видишь, вот. Теперь 0,5-0,7. Ну, в крайнем случае не больше, чем сантиметр. Вот, видишь. Ты просто иголкой вот так далеко не заходи. А заходи на маленькое расстояние. И не до самого края, а где-то вот тут в районе верлока. Лучше, конечно, по одной из линий идти. По первым двум вот этим строчкам верлока. Вот частично, ну, в частности, вот тут по второй, да? И вот так вот, да? И опять за одну ниточку и вбок. Вот это твое домашнее задание. По кругу ты это все отшиваешь. Потом мы здесь с тобой приутюжим. Если останутся следы от наметки, то потом еще наметку. То есть ни в коем случае нельзя снимать наметку. Мы сначала наметали, потом подшили, потом приутюжили, а только потом сняли наметку. Но приутюжили и остудили. Хорошо? То есть мы в следующий раз с тобой еще это запишем. Все, давай. Так, вот мы перед тем, как строчить нашу подкладку на металле, и лучше бы нам сразу ее приутюжить, но без пара лучше. Потому что она может вздыбливаться от пара. Ну, просто приутюживаешь. Тебе легче просто сейчас будет строчить. А потом мы ее, когда прострочим на сантиметр или на 0,7, можно ее строчить. А потом уже будем и это вместе все утюжить и все покажем. Все, вот так вот. Передвигаешь, передвигаешь и утюжишь. Вот это можно еще раз разутюжить. Видишь, уже утюжка на швах подкладки уже немножечко разлетелась. Видите, мы все с тобой спокойненько утюжили. Помнишь? Ну, бывает. Это же подкладка. Смотри, можно и не вправлять, потому что здесь сейчас будет строчка. Но ее наполовину надо обрезать. И вот сюда вот вправить, вот в этот припуск, который мы сейчас будем застрачивать. Да, можно и не вправлять. Если у вас здесь будет строчка, то можно этим не заниматься. Тут надо, конечно, сразу перед наметыванием вправлять. Видишь, она пытается от меня убежать. Не, не хочу, не хочу. Я говорю, будешь, будешь, дорогая? Нет, нет. Я говорю, будешь, будешь. Так, ну, начинаем. Давай. Вообще, конечно, не с изнанки надо. Но тут у нас, смотрите, какой такой момент, что это же у нас... Ага. Это то, что у нас идет к ногам. А, так все великолепно. Видишь, оно как с изнанки выглядит. Давай мы тогда по лицу будем строчить, потому что я рекомендую всегда все строчить по лицу. Да, и мы начинаем, ставим вот здесь четверочка у нас, видишь, стежок, да? Здесь у нас посерединке лапка, посерединке лапки вот эта вот иголка стоит. Ну, и начинаем. Здесь вот такими вот движениями, вот такими будешь растягивать. И все, едем, наматываем два раза на пальчик и... Сколько это получается от края? Ровно на 0,7, да? Да, ровно на лапку. Ты когда едешь, смотришь, чтобы лапка была вровень к краю подгиба. Все, больше никуда не смотришь. Я смотрю только сейчас вот сюда. В это место, вот. Поняла. Ну, все, я могу дальше. Да. Только когда начинаешь строчить, всегда иголка внутри. Все. Вот, начинаем приучуживать с изнанки. Если надо, можно намочить, если остаются следы. Ну, вроде все. Вот смотри, как хорошо. Все великолепно, замечательно. Мы просто еще раз сейчас приутюживаем по кругу. Вот смотри, обязательно. Я чего вот так, ну, постоянно все снимаем. Вот тут ровно должно лежать. Вот здесь ровно. Не вот это ровно, а вот дальше должно ровно лежать. Так как должна ложиться сама вот эта выкройка. А только потом мы с тобой утюжим. Не надо как-то по-другому ложить и растягивать. Нет. Мы восстанавливаем выкройку. Все. Ты знаешь, даже оригинально получилось голубенькое с черненьким. Ну, вообще, лучше, конечно, чтобы черненькое было все. Да. Я тоже смотрю, у меня было лучше, чтобы черное все было. Я не видно, где, например, здесь вообще чего-то не получился верлок практически. То есть, видишь, какие-то изъяны просто могут сильнее быть видны. Теперь паузус. Вот эти выточки все ты заправишь, да? Да. Аккуратненько. Эти мы уберем потом наметки. Вот тоже выстилаем вот так ровненько, да? Чтобы вот тут ровно лежала, а не вот эта часть. И с паром, пожалуйста, будем сейчас утюжить. Ин, ты строчи, строчи. Потом будем делать коррекцию. Вот. И вот так вот. Только не вот так утюжь, а вот с той стороны сюда заходи. Потому что вот может даже не удержать наметка этот край, да? У нас на самом деле такая ткань, что ласы, как мы уже там молнию с тобой утюжили, нам не страшны. Поэтому мы спокойно можем... Вот оно чуть просыхает. И мы ее подвигаем. Только остужаем обязательно. Да, чуть-чуть, чуть-чуть, да. А мне после каждой стирки то же самое делать? Вот ты будешь стирать в машинке, где наши вешалочки, постирала в обычном режиме, в каком ты будешь, ну, каком ты стирала, ну, ты замачивала вручную. Я вручную стирала. Да, ну, вот машинке, например, деликатный режим, холодная вода, чтобы не дала шерсти еще больше усадку. В застегнутом состоянии молнии, в застегнутом на пуговицу, ну, все как обычно. Вот так ты формируешь и вешаешь, потом ее вот так вот на вешалку, вот она, машинка, постирала, хорошо отжала, повесила и забыла. Поверь мне, ты ничего никогда больше не будешь здесь утюжить. Нигде. Я считаю, здесь не надо, нигде. Вот, и здесь давай дальше утюжить. Да? Мы сейчас вот приутюживаем с наметкой, потом ты снимаешь наметку, мы еще раз приутюжим, если останутся вдруг следы. Ну, чуть-чуть будут оставаться следы. И мы сейчас опять уберем их, и все. И в данном случае вот юбку полусолнца, солнце, если только на попе она не мнется, знаешь, там, ну, как-то так сидишь, что она выминается. А это и вообще все равно. Здесь у тебя, во-первых, верхняя ткань рыхлая, еще удерживает всю подкладку. И вообще все идеально будет. Я считаю, что, может быть, ты никогда в жизни больше не будешь учить. Ну, только подкладку, если она сильно помнется. Подкладка, она очень мнется. Ну, и все. Ну, давай дальше продолжаем. Вот наша чудо-юбочка на подкладочке, такая замечательная. Ну, покрутись, покрутись, покрутись. Такая классненькая, удобная-преудобная. Классная-преклассная. Удобная, классная. Прям можно всем-всем-всем-всем-всем шить. С любой талией, с любыми бедрами и любой длины, как хотите. Да.